секундочку так проверяем проверяем запускается ли у меня еще не еще столько все запустилась привет друзья всем привет да маг пока небо видно только а вот все видно всем да всем здравия с вами видогор и сегодня у нас эхо у кого-то вы включен микрофон выключите микрофоны всем еще раз здравия с вами до горы сегодня у нас стрим долгожданный которых давно не было все как по старому много участников много видеоблогеров альтернативных исследователей список всех исследователей под видео трансляция сейчас включена на моем канале на канале евгений макаров на канале виктор максименков на канале глобальный вопрос также вот с нами участвует сейчас трансляция еще джон коннор револьвер язычник андрей киртха сугубо тот дорислав стариков ну и в общем список всех участников под видео единственное проверь все сам не смог прийти олег павлюченко тоже не смог так как он находится в экспедиции так сейчас мы кратко поначалу представимся каждый так чуть-чуть чуть-чуть о своем канале я своем вкратце я начал канал по ведической славянской традиции на данный момент я уже изучали 10 всякую эту тему ведическую традицию альтернативные исследования потом перешел на альтернативные исследования про всякие потопы людей великанов в общем стараюсь всякие разные темы даже последнее время я делаю видео даже не по альтернативным исследованиям правда так как подписчиков большинство пришло по альтернативным исследованиям и поэтому получается что видео по другим темам меня не набирают просмотров я их даже удаляю потому что они на черта не набирают а по альтернативным исследованиям так вроде бы менее нормально идет до огромную благодарность хочу выразить каналу крамола за то что в одном в предпоследнем своем видео кто не смотрел рекомендую посмотреть канал крамола это очень сильный канал очень профессиональные видео делает отрекламировал на всех ну не всех а многих там альтернативных исследователей видео и вот на меня на виктора он ссылку поставил под видео в общем списке альтернативных исследователей с чего тоже пришли подписчики и великая благодарность крамола даст что вот такое видео сделал что приятно когда такой сильный канал может отрекламировать нас более слабеньких в общем как то так все передаю дальше слова так как у нас трансляцию включили еще евгений макаров и глобальный вопрос тогда евгений макаров передаю слово все да да еще раз всем привет я думаю меня слышно надеюсь да слышно хорошо пускай тебе еще и видно будет обязательно вот он я во всей красе всем привет друзья еще раз да у нас сегодня как бы такая как вы видели ну по моему названию сходка братков 8 сходка единомышленников да мы все исследователи и да вот тут и олег тоже с нами я думаю я вас это думал что будет нам намного больше но кто-то видите там кто-то не смог кто-то отказался вот кто знает у на канале крамола вышло видео эти парни порвут историков как тузик грелку да типа того там название и там решено было автором многих из нас от рекламировать ну естественно всех он знать не может просто как бы то что от рекламировать а дать знать людям что вот они есть вот мы да такие следователи что можно что у них посмотреть можно в чем на какую тему они больше акцент делают и как бы вот это каш первый раз да за что огромное спасибо канал крамова все-таки миллионник да это нам до миллиона еще далеко-далеко как до луны до марса вот и это очень хорошо и даже как-то что называется новый уровень в нашей жизни да в нашей такой жизни исследовательской за что ему конечно огромное спасибо и вот в ответ мы решили тоже его таким образом отрекламировать этот канал крамова да только моя беда что я ссылку так как раз на него сейчас и и забыл опубликовать в описании поэтому я сейчас это сделаю ну я думаю вы с ним знакомы есть даже сведения что карамова сотрудничает там с каналами с какими-то такими известными за например там с рн-тв по-моему кто как относится к рн-тв мне честно говоря все равно да но у них крутые фильмы у них крутые исследования и у них большая аудитория поэтому все логично так ну что еще вспомним что илью председатель снт приглашали даже на рн-тв он в одном из фильмов снялся там ну в качестве с консультанта его превосходительство так крамова да я все-таки вам сейчас наберу и скину эту ссылку я хотел бы спросить вот видогор у нас как бы регламент какой и вообще о чем нам надо прежде всего сказать кроме вот этой новости видогор так я рад что еще олег павличенко к нам присоединился регламент ну по 5-10 минут просто представляем о чем твой канал о чем твои исследования о себе может так а потом потом уже дальше посмотрим сейчас вот 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 смотрите такой значок у этого канала как бы солнышко написано ра вот это я сейчас скинул в чат о чем ну за мои зрители да я думаю хорошо понимают и знают о чем мой канал это вид так вот я сейчас скидываю ссылку я надеюсь она появится отлично то у меня иногда тут бывают какие-то глюки в этом чате с компьютера это это друзья вот кто сейчас в чате присутствует эта ссылка на канал крамова можно сказать это такой гигант в нашем деле так что заходите смотрите у него все качественно сделано я еще так не умею к сожалению у меня свой стиль создание видео вот заходите смотрите там все интересно и она с фильм там есть да так а о чем ну мои зрители я думаю хорошо знают о чем мои исследования то что сказано было вы в этом общем как бы рекламным видео про нас там только часть сказано я получать что я али илья тишина пока сейчас говорит докладчик потом уже да илья ты пока кроме крофон вот да к нам еще илья подсоединился это канал канал цельнозор вы его тоже все сейчас хорошо знаете да многие знают так о чем мой канал ну а обо всем вообще обо всем начинал я исследование вообще-то можно сказать с конспирологии с какой-то исследовал карты google об этом у меня много видео в начале такие ну бросовые что называется как снял так и выложил без всякого монтажа без всякое вырезание и так далее да то есть просто как есть так и выложен и такие у меня видео поначалу были то есть началось все с кунгурова да и продолжилась вот этими воронками на севере которые просто там заполонили все весь север республика саха об этом у меня есть видео глобальный удар сибирская тартария глобальный удар и в этом духе я дальше стал исследовать то есть карты google да с этого я в общем-то и начал а дальше пошел поехал там ведической символикой стала интересоваться она мне всегда интересовала храмы да вот это закопанные здания то есть потоп 19 века ну и дальше там про великанов было сказано а уже энергетика прошлого и атмосферное электричество это уже более поздние мои исследования в чем я сейчас как бы и пребываю да вот в этой теме она больше всего мне нравится ну не только вы кашу этой теме вот о чем вкратце мой канал да можно сказать обо всем все темы я так или иначе затрагивал так что передаю слово чтобы не задерживать у нас как бы много участников наверно виктор он тоже трансляцию включил вектор всем добрый вечер трансляцию я пытаюсь включить пока борюсь с ютубом с новыми настройками да хотел бы всех поприветствовать сказать что действительно поблагодарить канал крамолу который тоже показал что есть множество исследователей в нашем мире которые являются на мой взгляд исследователями реального прошлого вместо официальной картины выгодной какой-то одной стороне причем совсем небольшой кучки людей множество людей каждый со своей стороны показывает насколько многогранен наш мир что он совершенно не такой как нам пытаются показать рассказать и навязать и что можно развиваться находить искать и делает лучше чем любой профессор академики даже толпы институтов которые пытаются впарить то что заказал заказчик какой заказчик это уже отдельный вопрос у нас заказчиком должен выступать народ народ который поддерживает нас морально информационно и который горит да вы двигаетесь правильном направлении мы должны знать правду и и сам и сами выбирать свое будущее потому что на основе того что было прошлом брать лучшее объединять все лучшее использовать в настоящем ну так как на сегодня много я думаю те кто меня не знают зовут меня виктор максименко мои исследования это исследования природы исследования реального прошлого исследования тех технологий которые смогут построить вернуть нам гармонию человека и природы вернуть долголетие и вернуть все что мы потеряли даже сделать еще лучше сделать наш мир сказочным то есть лучше чем даже в наших сказках описанных так что передаю дальше слово Роману наверное Роману тоже стрим включен глобальный вопрос канал привет вам друзья с вами канал глобальный вопрос меня зовут Роман если кто не знает ну в принципе что с крамола я тоже давно познакомился их видео смотрел достаточно здравые видео буквально сегодня довелось познакомиться с двумя ребятами которые занимаются этим каналом каналом крамола тоже здравые ребята нормальные адекватные за что им вообще огромное спасибо что вообще есть такие люди которые обращают на многие вещи внимание которые другие люди не замечают что касается да видео отличное я кстати тоже в списочек попал под видео в описании как рекомендованы от них за что тоже огромное спасибо ну в принципе теперь о своем канале занимаюсь как и мы все с вами альтернативной истории то есть пытаюсь найти правду все среди вот этой всей как говорится праздничной мишуры официальных историков периодически в теплое время года выезжаю уже как говорится в поля то есть ищу места интересные которые тоже некой тайной покрыты вообще-то действительно интересно я недавно ездил в николаевскую в станицу там старый мост там стояла башня вот вчера мы с жене макаром разобрали что никто эту башню не строил в то время то есть в начале двадцатого века как к нам пишут историки а все как было так и осталось фактически единственное что башня только ну она уже мне одному кажется или нету романа пропал звук это не роман у тебя звук пропал так сейчас есть звук сейчас есть звук придется все заново повторить да наверно да повторить на 10 секунд пропал а на 10 секунд пропал он сам по ходу выключился на 10 секунд только пропал понятно на чем на чем я пропал в таком случае про башню что мы с тобой вчера мы вчера разбирали на стриме ну башня как бы обветшала достаточно вот в принципе чем я еще занимаюсь читаю официальную историю пытаюсь разоблачить чаще это получается бывает конечно настолько закручено все что уже не поймешь где правда где ложь вот потом что еще буквально недавно я начал у себя на канале новую рубрику в общем подписчики делают либо пожертвования финансовые либо компьютеры присылают ну семьям которые нуждаются то есть многодетные допустим женщина не замужем да даже есть и с мужем но тянуть такую семью очень тяжело и по возможности вот уже два видео у меня на канале вышло мы бесплатно отдаем системные блоки компьютера то есть полностью в сборе в любом ключе с родителей тех детей которые в школе да учатся уже с них требуют чтобы у них дома стоял компьютер а кто им вообще поможет если у них и не на еду ни на одежду детям толком может не хватает опять микрофон пропал да что ж такое что творится на три секунды только пропал еще говори дальше к чему веду еще раз повторю пока не пропал микрофон помогаем в общем многодетным семьям сейчас действительно в это время сложно жить как говорят на широкую ногу многие даже и на еду не хватает но дети вообще это святое это наше все и приятно когда они улыбаются радуются такому подарку да узкая направленность пока системные блоки но в принципе будут вещи присылать будем вещи находить кому отдавать я думаю помощь людям она всегда радость приносит в принципе у меня все спасибо Джон Коннор тогда так как он ненадолго так парни привет всем меня видно да слышно слышно видно чтобы его видно было ну так ну пока идет процесс регулировки прежде всего представлюсь меня зовут Джон Конно или Евгений родом я из Москвы занимаясь неофициальной альтернативной наукой истории ну для себя лет десять уже начиная со Склярова начиная со Склярова и ну около года знаком с вами заочно ну и полгода уже вместе в одном строю огромное спасибо ребятам из Крамолы особенно Антону за мега адекватный интересный классный ролик а не те кто популяризирует те наши догадки те наши изыскания те наши исследования и преподносит их в правильном соусе который который помогает населению это усвоить потому что не все факты могут быть восприняты сразу многие из них слишком шокирующие действительно такая мягкая подача и такие популяторы популизаторы ну вот Крамолы парни а хочу еще поблагодарить Сергея Трошина за ее описание сказки в области ютуба ну и опять же за совместность пару слов про свой про моем канале значит у меня достаточно свежий канал по сравнению с вами ребят и вообще среди альтернативных исследователей в основном я специализируюсь на съемках всевозможных мест за пределами нашей страны ну то есть сразу отвечу почему за пределами у нас много что снимать у нас безумно интересные слова страна и наша страна это будет самая пиковая изюминка но у нас точно так же много классных парней исследователей кто имеет возможность подробно досконально разобрать все по кирпичикам по частям по секторам ну а пока не позволяет моя работа и увлечение и у меня есть какие-то заказы какие-то концерты за рубежом то пользуясь случаем пока работает мой телефон я снимаю то что происходит за бугром и с удовольствием готов поделиться и материалом с другими исследователями ну и собственно выпускаю фильмы использую этот материал естественно весь материал эксклюзивный процентов пять фотографий из интернет только старые которые я не смог за какие-то а в остальном каждый фильм это путешествие в другую страну ну и собственно благодаря опыту и подсказкам друзей всех тех ребят которые здесь делаю фильмы лучше качественнее работаю над аудио видео монтажом ну и в целом над кинематографией я бы даже так сказал что это не ролики а полноценные фильмы я бы по крайней мере хотел к ним стремиться в целом ну и напоследок тоже скажу скажем так вторую темную сторону темная грань луны да значит помимо исследований планеты я занимаюсь вопросами здоровья и если например по исследованиям городов исторических фактов я могу материал я могу рассказать на что это похоже подать свои загадки но не могу обладать на данный момент пока реальными историческими фактами то что то что касается в области здоровья здесь ребят я готов пообщаться с любыми специалистами чтобы разобраться вообще какого черта мы ломаемся и как бы нам жить чтобы не ломаться причем на любом языке так что опять же не сочтите за рекламу но будут вопросы по здоровью не стесняйтесь найти меня в ВК на почте буду рад помочь проконсультировать ну и уже расписать программу по которой можно будет восстановить и починить себя ну и напоследок уже передавая слово следующему нашему бойцу нас с Ильей председателем к сожалению он сегодня не смог посетить наш стрим но обязательно мы поработаем над этим чтобы он хоть один стрим посетил я даю свое слово у него вышел очень интересный ролик мы обнаружили крайне интересную информацию по Иерусалиму по Израилю в целом по Иерусалиму и естественно по теме схождения благодатного огня и если Иерусалим Израиль освещался в первом моем ролике Иерусалим сейчас крутится у председателя то Миша Ковальнадумец берет нашу вершину нашей трилогии и через пару тройку дней бабахнет с схождением огня весь материал опять же уникальный отснят специально потрачено много денег и времени так что ребят поддерживайте лайками и комментариями потому что для нас это очень большой отзыв о работе которую спасибо передаю может быть тогда Олегу Павлюченко я не знаю он в экспедиции можете говорить нормально у тебя или как там Олег алло всем привет привет я только с экспедиции приехал ах еще даже поспать не успел алло да тебя слышно хорошо Олег мы тут замутили стрим в общем как раньше каждый представится сразу на нескольких каналах идет у меня у Евгения у глобального опроса стрим как раньше каждый пока представляется там 5-10 минут скажет о чем его канал кстати ты видел видео что крамола тебя отрекламировал и не только тебя многих альтернативных исследователей видел алло ну да говори говори Олег тебя хорошо слышно да мы тоже на канале делаем примерно то же делаем новости сейчас у меня второй соведущий сид выпускает новости альтернативных исследований и мы берем информацию лучшие статьи которые вышли за неделю в лайв журнале на сайтах альтернативщиков ну и разумеется в ютубе то есть мы начинаем друг друга поддерживать и начали мы этот процесс достаточно давно а мы сейчас вернулись только что с экспедиции по южному берегу Крыма много чего накопали сейчас будем это пытаться все систематизировать все что мы увидели недавно недавно я был в Стамбуле тоже много съемок сделал и языковых и по архитектуре так что я думаю в ближайшее время эти все фильмы выйдут это хорошо что все собрались в стриме действительно я просто сильно устал тяжело говорю так что вы на меня внимание не обращайте всю ночь за рулем так что вот так вот чем я занимаюсь на канале я занимаюсь систематизацией то есть одним из самых тяжелых моментов что вообще есть я занимаюсь систематизацией исторических пластов о чем выпускаю фильмы также я занимаюсь экспедиционным проектом чтобы не сидеть на диванах так как мы с вами делали это раньше и в принципе приглашаю всех в наши экспедиции в этом году у нас как раз с майских праздников начался сезон экспедиции мы планируем исследование всего при Черноморье и части Балкана и Турции и вот только что я разговаривал с Арменией с интересными людьми которые там нашли драконов следы так что экспедиционный сезон у нас начался ну я в принципе все да благодарю Олег Андрея Тиртха тогда Алло меня слышно? да хорошо слышно так видео тоже включать? да включай камеру сейчас меня видно теперь? да алло да тебя видно и слышно хорошо всем привет ну многие уже слышали знают меня зовут Андрей Тиртха я в основном занимаюсь исследованиями и поиском БТГ технологии то есть вечные двигатели бестопливные генераторы все что связано с альтернативной энергетикой также я несколько делал освещений здоровья темы здоровья это катушки Мишина то с чего я начал свое даже лечение потом делал кабину Райха также делал генератор мертвой и живой воды это делал выкладывал на своем канале рассказывал насколько это эффективно но основная моя направленность это исследование вечных двигателей магнитных генераторов и БТГ технологии то что связано с альтернативной энергетикой еще раз повторю также меня интересует энергетика древних цивилизаций то есть это в частности то что было использовано в древнем египте оказывается были у них батареи которые они использовали конечно в узком направлении в своем личном пирамидах это в частности было в древней Индии также интересуют меня древние технологии как они обрабатывали камень то есть допустим есть некоторые храмы индийские которым там ну может быть начисляется где-то десять тысяч лет есть храмы вообще в это тяжело поверить которым сто тысяч лет и там камень так обработан что даже не каждый ЧПУ станок который специально обрабатывает гранит они так не могут обработать камень как обрабатывали в Индии то есть сто тысяч лет тому назад десять тысяч лет тому назад откуда в них древние технологии как это неужели они брали просто какой-то там скребок и как они говорят бронзовые эти зубила молоточки они так обрабатывали камень то есть гранит это фактически нереально потому что настолько точно что даже не каждый ЧПУ станок может это обработать вот недавно я совершенно ну где-то пару месяцев назад я был в Южной Корее ездил к Андрею Слободяну там у него он тестирует и испытывает свой вечный двигатель магнитный БТГ генератор он его не называет вечным двигателем он говорит что это просто магнитный генератор который вырабатывает 10 киловатт электроэнергии плюс он сейчас хочет внедрить новую технологию это отопление если допустим генератор будет потреблять 200 ватт а выдавать 200 ну 25 киловатт энергии потребляет 200 ватт а выдает 25 тысяч ватт вот насколько это ему удастся я не знаю ну по крайней мере он мне показал я также это на своем канале выкладывал показывал вот таким исследованием я в основном занимаюсь то есть пытаясь освещать это все и бывает часто ставлю сам опыт и в основном это касается направления магнитных разных изменений то есть то что в школе учат как устроенное магнитное поле это уже многие знают что это просто ошибка поскольку магнитное поле не такое оно имеет форму восьмерки я это множество раз показывал и постоянно подтверждается на разных опытах при помощи специальной пленки также можно видеть что магнитное поле имеет форму восьмерки а не классическое так как нам учили в школах институтах ну вообще то что написано в классической физике это мое направление в основном я конечно люблю магниты с ними экспериментировать и вот мне повезло еще раз что я был в Корее именно вот этот магнитный бета-генератор также я делал освещение рассказывал о ялдизе это турок который также создал магнитный бета-генератор фактически вечный двигатель и он там ну его работает опять же официальная физика физики они это не признают говорят что это невозможно что этого не существует несмотря на то что человек реально есть и он существует и показывал причем ездил в университеты физикам показывал все они говорят что этого все равно нету этого быть не может смотрят на вещь и говорят этого нет и все то есть перед ним ставишь они говорят что этого не существует так как я вот недавно смотрел видео там Нинай Кулагина если кто-то видел ну знает кто-то такая она показывала паранормальные способности свои с перед перемещением предметов при помощи ну так сказать мыслей вот и там один умник он говорит она бросала ниточку ниточкой дергала хотя там было находилось около десяти специалистов советских которые как говорится ну фактически их обмануть нереально потому что они знали что если они будут заниматься какой-то фальсификацией их ждет расстрел в то время в советское время какие-то фальсификации были нереальны они тем не менее говорят они это не заметили понимаете они то есть современные физики они на очевидные вещи будут говорить все что угодно это лишь бы не признать что есть другая точка зрения и другое мышление и другие как говорится возможности человеческие способности они не познаны то есть в этом направлении фактически никто не изучил способности человека которые бесконечно можно развивать ту же самую телепатию способность мысленно воздействовать на какие-то физические объекты также можно телепатические и так далее и тому подобное мы не исследовали это что говорить об остальном то есть классическая наука она все что она не понимает она говорит этого нету потому что мы этого не можем объяснить значит того не существует понимаете да в свое время я уже это миллион раз повторял повторю первый раз классические физики лорд Кельвин он говорил все знают слышали кто такой Кельвин он говорил аппараты тяжелее воздуха летать не могут а братья Райт они не были специалистами и физиками они просто чинили велики они построили летательный аппарат самолет и полетели потому что они думали что надо просто летать они хотели летать а физики своими теориями расчетами формулами говорили это невозможно когда они уже полетели они это все быстренько перестроили да а оказывается летать возможно также в свое время жестко критиковали ученого кто изобрел пенициллин блин вылетело из головы он рассказывал про бактерии про микробы они говорили этого не существует бактерий нет можете себе представить постоянно говорили говорили что этого не существует быть не может а оказывается когда уже начали больше исследовать микроскопы увидели что да существуют бактерии и это есть они сначала первое время поднимали его насмех и говорили ты рассказываешь нам о каких-то невидимых животных ну это же смешно их же не существует то есть ученые физики в свое время они же были ну так называемыми как говорится христианскими инквизиторами все что они не понимали если другая точка зрения они тебя как говорится объявляли еретиком и на костер вот такая вот реальность ну я думаю что я много рассказал так что думаю хватит да это был андрей тиртха канал андрей тиртха и сейчас револьвер язычника тогда канал меня слышно да хорошо слышно ну всем привет я здесь я здесь так же как и вы все пацаны револьвер секундочку андрей выключи камеру пожалуйста я тут так же как и все в принципе меня заинтересовала тема поток там много еще чего вот решил как бы искать информацию и одновременно делиться с людьми вот так вот в принципе думаю как и у всех то же самое вот на данный момент я занимаюсь гравюрами пиранези там сижу их в общем перевожу ну ну сейчас хороший человек как бы попался и он вообще грамотно это делает он уже как бы не дословно переводит а он итальянский хорошо знает и гравюры в общем уже как бы в ином свете а то я то перевожу дословно как бы как в словаре так я и пишу а это не то сами понимаете вот и как бы ну а занялся я сперва с темой в самом начале с темой потопа вот в итоге для меня тема потоп как бы исчерпана для меня больше никаких секретов нет с этой с этим потопом и я думаю много времени я вот лично потерял только на этом потопе оказалось все очень просто как бы искать там по большому счету не было ничего и никогда никакие потопы никто не скрывал особенно глобальный там когда был библейский потоп там возможно это было очень очень давно да вот около 7 или 8 тысяч лет но если считать так как считали во время ренессанса то около 8 тысяч лет назад вот 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 последние потопы были локальные потопы я так считаю вот никогда не было одного большого особенно цунами вот и ни один потоп на самом деле не скрывался насколько это было возможно например там после десятого века это записывали например один только магдаленовский потоп он произошел в 14 веке да в 1342 году вот только от этого наводнения оно было очень сильно оно затронуло всю Европу есть около ста сведений да конкретных сведений один в один каждый пишет о своем месте вот я о чем хочу сказать что по большому счету я с потопом вообще разобрался это из-за того за чего я вообще пришел сюда а потом естественно появились другие интересные темы и вот так вот одно цепляешь а потом другое появляется за это цепляешься и так вот входишь в мир исследования и ищешь какую-то правду пытаясь найти какие-то нестыковки вот я сейчас буквально вот сегодня днем сидел рассматривал две книги от одного автора вот это я вообще не понял если кто-то знает может быть скажет свою мысль насчет этого у меня две книги Зебастина Мюнстера в одной книге он пишет одно а в другой книге которая была уже выпущена после его смерти совсем другой текст одна книга она написана на этом как же она называется англогодском или как там этот ну в общем старый старый немецкий какой я бы просто назвал очень старым немецким да древненемецким германским языком а другой уже более-менее на немецком языке но он тоже такой с искажением чуть-чуть но его более-менее приятнее читать и более для меня понятнее я читаю абсолютно разные книги и время прошло 14 лет после одной книги вот так вот и вот так вот меняли нам историю понимаете внезапно раз и стали писать на свой лад и что я хочу сказать в одной книге он пишет о тартарах о тартарах абсолютно нормальные человеческие вещи там как религия их там все нормально описывает а вот в другой книге он их просто я как-нибудь сделаю обязательно видео переведу вот этот бред который там стоял такое ощущение вот как на заказ чисто вот бери человека и высмеивай и высмеивай вот так вот и это началось уже в середине 16 века вот поэтому у нас есть что как бы есть что копать есть копать просто бесконечно и я говорю жаль что столько много времени на этот потоп ушло на самом деле были потопы их ни один потоп никто не скрывал они ну бывало такое вот например в том же 14 веке почему до сих пор вот эти все здания находятся под землей да очень просто все на самом деле то что после этого потопа началась чума потом был очень сильный после этого началась чума некому было вообще раскапывать эти здания потом когда через 50 лет это все дело заросло естественно стали строить сверху и так вот пошло и поехало и так практически после каждого потопа людям нет людей которые должны это все дело откапывать вот таким образом у нас полностью цокольные этажи оказывается под землей вот а очень часто их вообще просто действительно закапывает поднимают улицу для того чтобы канализацию или стоки проводить чтобы они были все под одним склоном вот и все такие вот дела ребята кажется очень много времени занял четко передаю слово револьвер еще хочу сказать благодарность крамоле мы тоже вот ваше видео до которое мы все закинули в раздел сообщества в соцсети в общем кто куда мог то есть наша группа передаю слово дориславу старикову канал дорислав стариков приветствую всех всех соратников зрителей очень рад поучаствовать в стриме уже даже соскучился немного я в свое время учился в училище вазгарском занимался славянской культурой занимаясь сейчас и соответственно получил некие такие способности экстрасенсорные вот о которой говорил Киртко которые еще не исследованы но я научился читать прошлые воплощения людей кто-то в это верит кто-то не верит но те кто со мной занимается у них все понятно совпадает и вот просматривая прошлые жизни прошлые воплощения людей работая с информационным полем земли я видел события и вижу события которые происходили на нашей планете за последние тысячи лет то есть ну у меня своя хронология естественно я исследователь немного так сказать не совсем альтернативный в плане того что вот ребята занимаются конкретные исследователи исследования материальных источников а я исследую больше именно по информационному полю и у меня есть хронология соответственно падение лун на землю разбитая тартария то есть я вот совсем недавно видел одной женщины которая погибла под засыпанным городом засыпанном городе и погибла она именно из-за того что упала луна на луны это были конструкции для так сказать приземления вернее прилунение кораблей больших они как металлоконструкции были сверху обложены большими блоками каменными и когда луна пошла с орбиты начала падать то естественно часть блоков были они горели также в этом самом атмосфере рассыпались поэтому была большая так сказать засыпана земля большие территории глины были засыпаны а большие обломки начали падать в том числе на землю и больше всего досталось тартарии то есть тартария просто была погребнена поэтому считается что полюс холода у нас во имиконе они на северном полюсе именно туда упала большая часть и от этого так сказать падение взрыва произошло разряжение атмосферы и манговенная заморозка всех кто там был людей животных поэтому мамонтов находит в сибири в мерзлоте еще даже трава в желудке не переварен то есть это был мгновенный удар и мгновенная заморозка и у меня соответственно очень много такой информации вот о том что было почему это происходило как были разрушены города в южных и северных америках то есть это была война эта война была с пришельцами они конкретно разбивали планомерно разбивали землю поэтому нам устроили амнезию то есть что такое амнезия это когда у человека с его файлами с нейронами так как я параллельно занимаюсь психологией разбираясь как работает головной мозг как он устроен то соответственно амнезия это когда личности и нейроны сознания отрезаны связи от основной памяти и соответственно человек не получает информацию нам сделали то же самое то есть нас отрезали материально отрезали от основного источника информации но память в поле земли осталась она никуда не девается и поэтому сейчас просыпается все больше и больше людей это мое личное мнение что каждый исследователь тот который сейчас выдает информацию он участвовал в этом событие только в прошлых жизнях поэтому его память в его памяти сути его душе она сохранена и он соответственно находя похожие так сказать файлы во внешнем мире начинает выдавать информацию и складывает ее встроенную картину и хронологию и поэтому сейчас так как по славянской традиции начинается ночь сварага вернее сварага день сварага то есть то же самое вот у человека ночью и днем работают разные группы нейронов то есть ночью работают нейроны которые отвечают за физиологию человека днем включаются нейроны которые включаются от света и именно благодаря солнечному свету они просыпаются они соединяются и восстанавливают нам личность вот так вот сейчас как раз происходит пробуждение вот посмотрите сейчас уже альтернативщиков с каждым годом и становится все больше больше и больше и этот процесс будет дальше развиваться уже так сказать стихийно и я считаю что через 10 лет будет совершенно другая хронология совершенно другая история вот и о тартарии и я уверен даже что в школьных учебниках все это перепишут вот потому что по одним из моих данных которые я так сказать тоже вычислил на планете земля производится эксперимент взращиваются это действительно человекоподобные то есть здесь были человекоподобные и генетическим экспериментом взращивают им дали физические тела но души у них остались обезьяне и поэтому основная масса людей нормальных не понимает что происходит вообще в социуме а происходит именно то что сама система она заточена вот именно под обезьяноподобных вот но это моя версия я не хочу здесь никого обидеть но просто вот таким образом и поэтому история у нас преподается то что человек произошел от обезьян вот и соответственно все это так вот научно якобы доказывается на самом деле человекоподобные были вот но их решили использовать там не знаю может на тяжелой работе или еще где-то их подредактировали генетически подправили и соответственно начали их использовать ну вот планета обезьян такая вот чем я занимаюсь то есть я занимаюсь прошлыми жизнями реинкарнацией психологией славянской культуры провожу до сих пор праздники вот и планирую построить храм рода вот так что ну канал у меня небольшой вот хотя старый уже много уже наверное с десяток лет как выкладываю ролики по славянской культуре на канале ютюбе очень благодарен что меня приглашают так сказать на стримы альтернативные следователи вот всего доброго так что друзья заходите смотрите подписывайтесь передаю слово в интернете в году в первом году в первом году это помогает в продвижении видео на всех каналах и у глобального опроса Евгения у меня так передаю слово канала сугубо тот приветствую приветствую всех друзей альтернативщиков коротко я тебе расскажу начал свою деятельность в интернете в одиннадцатом году сайта грани реальности потом канал появился сайт уже не работает я его закрыл канал забанили потом был канал enigma channel сейчас он немножко как бы приостановлен я мало занимаюсь основной канал сугубо тот и так же новый канал создал подкаст fm для того чтобы когда мало времени на монтаж там упрощенные видеоролики там просто как подкасты идут то есть картинка одна по теме я что-то там начитывали статью или свои мысли основная какие-то тематики на канале сугубо тот это что связано с нло с палеоконтактом там где-то археология последнее время учитывая что мало времени у меня личного я какие-то свои тексты пишу меньше где-то иногда озвучиваю сейчас вот очень модная тема видео статьи то есть какую-то чужие материалы я могу озвучивать но как бы это именно такие материалы с которыми я в чем-то согласен они могут быть интересными я считаю что любая теория она имеет место быть как бы то есть я ничего не утверждаю как бы в своих видео вообще в разговоре но но все очень многое допускаю как бы с разным каким-то процентом что ли то есть если взять какие-то теорию мироздания например какие-то исследования хотя я в последнее время как-то к этому охладил то вот что касается именно вот хайповые темы как плоская земля там и так далее шанс что земля плоская там он в миллионы раз меньше что она там чем она круглая поэтому я как бы оставил все эти исследования и как бы их уже за исследование то и не считают какие-то уже фантазии вот вот еще раз что нло палеоконтакт археология где-то там аномальные исследования ой аномальные явления там какие-то могу исследовать это что как что касается канала сукуба тот на нигма ченнел в основном эзотерический канал и подкаст fm такой как бы общая тематика идет там немного конспирологии немного там какие-то можно даже чуть-чуть политические какие-то темы так слабенько так чтоб не сильно задеваю вот ну пока все передаю слово надеюсь меня было слышно да так хорошо было слышно отлично я хотел бы извиниться за то что как-то в попыхах всех вот и как бы ссылки на каналы всех участников нет в описании так что друзья это такая оплошность но я думаю это все решаемо в процессе я хочу сказать что у меня на канале глобальный вопрос под видео там есть ссылочка на страницу как рекомендованные там у меня очень много альтернативных исследователей так что если что можете перейти по ссылке да ну так потом можно поставить ссылки вот тем более олег добавился на олега надо будет еще поставить это а с нами сейчас канал цель назор алло алло здравия соратники коллеги да тебе слово тогда канал сравнительно новый я благодарен что в судьбе скажем так и крамоле и всем участникам соратникам за приглашение в частности Сюзанна модульс Ярослава привет канал в общем то первая позиция сходно с позиции Кунгурова действительно была война на мой взгляд меньше я рассказываю о том что было я только начинаю с этого после будет о том что нас ждет то есть сейчас показываю откуда все начиналось чуть позже расскажу куда все идет и к чему из технологий прошлого мне интересно прежде всего это звуковые вибрационные резонансные технологии потому что ранее немножко была другая энергетика и другое давление поэтому были звуковые технологии то есть есть серия видео про звук есть серия видео про антенны прошлого глинеарные антенны на пагодах и так далее то есть любой желающий может посмотреть приглашаю полагаю будет интересно также исследую использование ртути почему ее сейчас банят и как она широко очень широко была спрослена ранее и для лечения и для аксессансурных способностей и под пирамидами и для привлечения эфира работы с эфиром и так далее немножко показываю про волноводы прошлого включая обзор исследований ешкардина про то как какие волноводы как энергетика энергия передавалась в пирамидах показываю вот здесь найденные мной волноводы я сейчас нахожусь в Бангладеш волею судеб наверное случайности не бывает у меня есть серия видео про мост в Бангладеш самый большой через реку Ган который никто непонятно как строил потому что там один пролет а их 18-2000 тонн то есть когда его строили официально 120 лет назад но тогда технологий даже таких не было и он не ржавеет как раз таки к вопросу о видео с канала раздатки истории что там был цинк добавлен и что мы сейчас не можем делать потому что цинк испаряется при той температуре когда сталь только начинает плавиться и так далее то есть резонансы технологии технологии звуковые Джона Килле чуть позже будет видео о технологии Джона Килле о том как звук используется для создания электричества энергии и какая энергия была раньше повторюсь позиция близка к позиции Кунгура его называют вещества именами бордировка действительно много кратеров много оплавлений много непонятных разрушений до вторжения и все что далее следует об этом будет серия видео я все-таки рад что исследователи ну почему-то называют себя альтернативные истории я считаю что мы исследуем реальную историю то есть я считаю себя исследуем реальную историю а не только сказок что нам давали приглашаем всех на канал опять же вчера вернулся сегодня вернулся с Непала вчера посетил интересное место будет серия видео про Непал и технологии прошлого в Непале что я видел какие ступы какие там были волновые резонансные технологии опять же колодцы степпел так называемые ступенчатые колодцы которые без воды ни в одном воды нет как они используют как резонаторы как большие динамики какие динамики купола там в Непале я увидел и так далее то есть вот пока я исследую то что был но опять же повторюсь чуть позже я начну показывать кто и для чего нас используют и для чего нужен Голливуд и как с нами играются поэтому коллеги спасибо за возможность еще раз и думаю что достаточно передаю слово дальше еще я хочу дополнить так это видобор что у нас вот все кто сейчас участвует трансляция у нас в скайпе есть группа альтернативных видеоблогеров и все кто сейчас говорили все альтернативщики это все находятся в этой группе в скайпе так что если нас слушают другие альтернативные исследователи которые еще не добавились в нашу группу то вот ссылка там под видео мой скайп добавляйтесь ко мне я всех альтернативщиков смотрю всех знаю добавляйтесь это добавлю в эту группу ну чтобы были контакты там можно совместные стримы делать и так далее вот как мы сейчас делаем прямо из этой группы что-то у нас четкость экрана мак как-то снизилась почему-то так у нас в группе не только видеоблогеры но есть еще кто не видеоблогеры может ярослава хотела что-то сказать алё алё меня слышно вообще да 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 слышно здравствуйте все меня зовут ярослава я живу в петербурге я не видеоблогер но меня очень интересует эта история вся эта история в смысле все эти исследования исторические и я сейчас много говорить не буду только еще раз я восхищусь всеми вами ребята вот каждого слушаю с большим удовольствием с большой улыбкой вот потому что когда мужчины заняты делом это здорово когда мужчина мне все равно что происходит не только в их стране но и вообще на свете когда мужчины открывают глаза другим людям и эту миссию в себе несут по моему это очень здорово у каждого из вас есть свои мощнейшие плюсы вы вообще большие огромные молодцы ну это я вас похвалила очень искренне и надеюсь что мою похвалу разделят многие зрители и слушатели вот от себя хочу сказать что я сделал маленький вкладик в это дело я в контакте создала группу которая называется альтернативная история тире альманах с 2019 года где каждый день я собираю в ютьюбе абсолютно все свежевышедшие видео абсолютно всех блогеров которых вы слышите сегодня и еще ряда других блогеров каждый день проделываю эту работу чтобы человек который подписан на это сообщество мог каждый день ну бывает я запаздываю на один денек но не более вот мог постоянно быть в курсе всего что выпущено блогерами вот это исключительно информационная такая площадка вот так что приглашаю присоединяйтесь находите вот спасибо большое за внимание пусть скорее рассказывают остальные наши интересные люди спасибо так надо не забыть я ссылочку тоже потом после трансляции поставлю спасибо на свою группу велеслав хотел что-то сказать не велеслав я не хотел брать по этой мать я скромный занимаюсь второй верой слежу за всем все интересно ну помогаю людям кто просит особенно сейчас по здоровью интересно сейчас по здоровью занимаюсь тем что уже третий месяц без соли здоровье улучшается тело становится более гибким рекомендую отказаться от соли сахара ну все хорошего есть вопросы отвечу подскажу здоровье старая вера так так я еще хотел сказать по вопросам тут мы всех блогеров всегда приглашаем всех зовем всем пишем так что если тут кого-то нет это не значит что мы его не позвали это значит что этот человек просто ну не хочет участвовать допустим стримах это я ко всем говорю по всем альтернативщикам которым сейчас среди нас нету это просто мы всех приглашаем всегда а то что ну ну не каждый хочет в стримах участвовать может быть я никого не обвиняю мак хотел что сказать нет нет пока нет нет тогда не забываем лайки ставить и мы тогда по второму кругу поедем наверное евгений макаров тогда да да я просто немножко был меня слышно да я надеюсь да слышно я просто немножко был занят чатом потому что там появились как всегда товарищи муми тролли из леса и по чату может что-то там ты из лесу понабежали да и по чату был такой вопрос от татьяны вот она вспоминает что что у нее вы как бы вспоминает про высадку деревьев что вот типа в лесу они по одной линии да все высажены неважно какие там деревья но типа говорят да там не за лесники или там владельцы или там смотрящие за этими лесами что нет 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 никто их не высаживал вот и татьяна я конечно извиняюсь но вы можете уточнить и где это тут вопрос в том может быть ли может быть это действительно были посадки молодые но я понял намек вопроса что может быть это именно не посадки а допустим что-то типа из терраформации да что умели создавать таким образом что угодно в том числе и высадку лесов сейчас секундочку так евгений у нас отвлекся на телефон если что то что ты тогда глобальный вопрос ты тогда следующий вроде говорил ну ну тогда задать тему о чем поговорить ну не ну можно и пропустить ты смотри там может по чату или что-то хотел сказать так просто ну второй крупный извиняюсь что вклинивать может быть евгений сейчас вернется просто пару слов к вопросу о том что как вы приглашаете конечно в скайпе группа это замечательно там только мы знаете что я предлагаю создать некую общую группу вот по типу группы ярослава либо может быть использовать группу ярославы как некую базу для именно независимой площадки то есть это не точка зрения одного блогера там будут собственно все задействованы и предлагаю просто развить эту группу как некую нейтральную площадку на которой представлены все потому что пока мы как лебедь раком щуку каждый по себе точку зрения некой общности нет и нет места где представлены были бы все каналы точки зрения я предлагаю либо поддержать ярославу либо сделать некую такую альтернативную единую площадку как вам эта идея пока вот евгений сейчас вернется может быть поговорим это если хозяйка группы не против я только за ребят я очень за потому что для этого я ее примерно и придумывала и например предлагал как то даже илья целеназор даже использовать там возможности загружать туда видео ваши да для того чтобы это был дополнительный аэродром на случай если будут какие-то проблемы с ютьюбом вот ну хорошо что он часто озвучил так что я пожалуйста делайте что хотите о чем сейчас речь о чем сейчас речи совместная группа в контакте то есть некая площадка альтернативная где не одна в точку зрения представлено и остальных нет а вот некая такая запасной аэродром для каждого из нас потому что у меня допустим уже два страйка и хотелось бы хранить и как-то память оставить некая группа где представлены все независимо от каждого из нас чтобы не каждый в одиночку развивал какую-то свою группу тратя кучу усилий а как то вот скопом вместе было бы и дешевле и эргономичнее и прочее развивать эту площадку ну да хорошо если сейчас заговорили об этом да я до этого говорил про немножко другое есть и да есть такая проблема все мы ждем не знаю ноября может быть это и раньше случится и неизвестно что будет с интернетом да со своего свободой свободы действия в интернете в нашей стране то есть конкретно в россии потому что хотят сделать свой поподобие как в китае да будут не то что русские дом домины а именно свой сегмент полностью свой сегмент и неизвестно как это самая известная видеосистема да что называется видеоресурс по так скажем выкладыванию хранению разнообразных видео авторских это естественный youtube у нас такого нет потому что рутуб что называется можно сказать появился и куда-то делся потому что ну вот андрей тиртха я помню про рутуб говорил в одном из видео беда в жадности людей то есть сами понимаете рутуб у нас да и видимо те кто им владел захотел много денег скорее всего и поэтому пользователям ничего уже не стало доставаться что собственно у нас обычно и происходит да то есть слишком много хотят всего и естественно рутуб мы уйти вряд ли мы сможем вот я например туда уже не хочу хотя я как-то еще давно там канал создавал давно давно вот и скорее всего я думаю что нам придется пока что довольствоваться тем что есть а пока что это единственно это вк будем ездить по городам показывать картинки рассказывать что мы об этом думаем да 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 точно поэтому друзья очень правильно что вот у у нас какие-то появляются там беседы беседки группы у каждого или общие группы это хорошо это ярослава да создал общий такой альманах чтобы люди знали всех ну не то что всех невозможно узнать всех 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 но многих кого уже известно о ком уже известно поэтому да друзья это как вот альтернатива именно там там же тоже можно и видео выкладывать там можно трансляции проводить твич да твич тоже если youtube заблокируют то и его заблокируют фейсбук естественно туда же полетит как часть аккаунта google все системы которые к нему привязаны да естественно окажется там же далеко далеко за стеной это я опять же это я предполагаю я все-таки надеюсь это будет реализовано немного не так как стращают всех нас у меня как бы на это свои мысли тут надо просто немножко панику отставить в сторону и логически поразмыслить что же это такое почитать статьи конкретные что об этом сказано да и пора и и понять что как это может быть реализовано и как это будет действовать так что альтернатива должна быть где мы где нас можно будет найти не потерять из виду я же надеюсь что вы с нами будете дорогие зрители и вы нас не оставите да и как бы в принципе вся работа не для себя любимых а для всех для аудитории да для вас это очень хорошо да и совместная работа это еще замечательно живая аудитория тебя всегда найдет ну понимаешь чем дело youtube вот еще раз повторяю youtube знают все хочешь что-то найти ты идешь туда и находишь что тебе надо ru-tube ну про него забыли как немцы забыли все вот смотри немцы чисто вот говорят но они как-то они прошаренные намного чем я в этом все они что говорят ну пропадет youtube придет другой youtube вот и все моментально появится другой youtube я вот уверяю тебя что уже в россии такого не будет ну как ну как не будет ну так потому что я уже поставил коробочки которые будут все закрывать ru-tube перекрывать импортные сайты заграничные ru-tube это просто что называется засохшее дерево и я туда кстати не хочу идти вот это ru-tube там ничего интересного вообще ничего хорошего хотя поначалу там я там в нем тоже зависал и мне казалось а в чем разница и тут хорошо и ю-тубе хорошо и одно и то же можно найти он нет это тот же зомби будет да ни в коем случае youtube в россии не закроют потому что все таки все равно налоги идут россии с этого ютуба по-любому поэтому мне кажется ну ни в коем случае его не закроют пусть так и будет это хорошо если так будет коллеги извините мы кажется плывем не туда в технические детали правильно ты у нас рулевой да нет 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 на самом деле актуальный вопрос его нужно было обсудить конечно конечно надо чтобы подписчики знали потому что ну случае чего конечно они же должны как-то тебя найти ну я разве я просто не понимаю в этом яндекс видео разве не альтернатива яндекс видео альтернатива но это все русское там все как-то намудрено я даже еще русская конечно в основном аудитория русская конечно это достаточно мощный тоже давайте лучше знаете о чем поговорим о катастрофе 19 века вообще давайте перейдем к погодите я бы начали добавить три мысли оптимистичны по этому всему во-первых представьте какое количество блогеров миллионников которые потеряют связь со своими каналами то есть сколько людей сколько денег на рекламе на их каналах поэтому альтернатива в любом случае будет это или вк или яндекс видео или одноклассники сейчас как бы ввели функцию создать канал это как бы без проблем я считаю это первое второе обходы даже этого оборудования уже обсуждаются в интернете так что волноваться даже на этом каком-то этапе не стоит и третье кто-то говорил про два страйка надеюсь что эти строки слетят раньше там каких-то нехороших событий не будем их говорить но на всякий случай если у кого-то блокируется канал вот мы сейчас собрались нас сейчас сколько там 15 или 30 человек будет что как только у человека банится канал и он банится безвозвратно просто поскольку мы объединяемся все полностью каналы предлагаю выпускают видео что какой-то канал забанен создан новый канал переходите и подписывайтесь заново вот и все ну да поддержка нужна пусть забанены обратиться к нам и все какие проблемы конечно видео можно сказать это человек теперь на этом канале все да это конечно если у кого-то из нас забанят канал это идеально конечно просто в группе то мы в скайпе остались по скайпу да просто сказать в этой группе в скайпе и каждый просто в своем следующем видео когда будет делать следующее видео помянет что вот такой-то канал закрыли и он открыл новый канал вот ссылка аудитория как минимум перебежит это там те которые забыли уже естественно они не придут да можно еще больше будет теперь переходим все-таки к нормальным темам да я тут начал протераформацию потом меня отвлекли звонками да пришлось отойти ну вот наверное с этого вот роман предложил роман предложил про катастрофу да допустим девятнадцатого века ну все мы знаем что как бы все мы были воспитаны в основном на работах кунгурова а он в свою очередь был воспитан другими учителями например сандра римская да там какие-то еще ближние его товарищи там был еще такой алексей вместе с ним ездил там он даже с кодокчанским взаимодействовал но в общем со многими кого мы сейчас знаем да данилов какой-нибудь ну правда данилова уже к сожалению нет ну вот в основном все да даже зрители вот мы кто еще на заре туманной юности начинал заниматься видеоблогингом уже по этой теме были знакомы с работами кунгурова а он вещал именно об этом то есть катастроф 19 века пустые города все это показывал да на своих лекциях таких эмоциональных то есть он был еще в таком запале горящий весь идей огнем и в принципе да вот это дало нам такой задел и запал ну как сказать зажгло в нас стремление изучать и идти дальше за что конечно огромное спасибо да вот и он сейчас продолжает деятельность в основном у него конечно получается с такой с технической стороны все объяснять даже как-то пытаться доказать это с обычной точки зрения что это все природа сделала или там как-то даже совместить это социальной версии это правильно почему потому что это дает повод с другой стороны взглянуть не то что это правильная позиция а дает повод взглянуть с разных сторон в том числе и с этой да специально или там с неофициально или с технической стороны которая показывает совершенно другую картину то есть не то что это какое-то мегалитическое строение допустим какая-то горная гряда и все это совместить и увидишь еще шире да не то что я придерживаюсь этой тематики нет а он в частности мне понравилась его теория терроформации что по наблюдениям земля в общем то это не сама появилась а ее буквально создавали кто же ее мог создавать то по-другому сказать создавали какие-то могущественные силы какие могущественные силы если они умели создавать они значит имели разум это не просто какие-то стихии да вот как вот допустим говорится стихи такая там огня воды земли там не знаю некая сила которая не привязана к чему а это те сущности какие-то или высшие существа допустим ангелы или там не знаю даже темные ангелы да которые владеют знаниями силами природы умеют взаимодействовать соответственно они умеют эту материю формировать как надо да хоть что угодно хоть тебе горы сформируют хоть тебе как вот в Индии есть храмы вырезанные в скале да тоже могут их сформировать допустим мысленно и вырезать тут же в скале да это называется терраформация вот я общался с одним человеком он почему-то уверен что это именно демонская техника то есть это они их создали вот эти вот храмы тем более что там очень много и многие изображения такого что называется демонического вида это где-то ну это где в основном в Индии я в принципе отчасти с этим согласен да это такая тема интересная и вот допустим вчера мы обсуждали с Романом эту тему тоже затронули типа реальность нашего мира или виртуальность это кстати соотносится с этим очень тесно почему потому что те люди которые знакомы с технологиями создания изображения в трехмерных играх они знают что такое допустим полигоны да там шейдеры в основном все фигуры состоят из полигонов полигоны это треугольники из которых состоит в общем то все изображение вспоминаем сразу крепости звезды вспоминаем фракталы они в принципе тоже в основном имеют углы ну и очень много треугольников по сути дела да потом со мной списался в ВК один человек он говорит я наблюдаю это уже давно и буквально вот говорит посмотри картину этого художника что ты здесь видишь я говорю ну вот например тут вижу там тот и тот он говорит этого мало и начинает обрисовывать и в итоге обрисовывает очень множество фигур которые похожи на те же крепости звезды имеющие шесть лучей пять больше лучей там восемь сколько хочешь да и все они очень похожи а я вот их не вижу но и в облаках то же самое да там я говорю я тебя начинаю понимать потому что например по моим наблюдением что когда вот мы ездили с дитями на разрушенной церкви да вот эти фотографировать снимать я потом разглядывая фотографии вдруг обратил внимание на облака почему-то что-то они какие-то квадратные как мне показалось я сначала обалдел не поверил сам себе не поверил на чему думаю может у меня глюки какие стал смотреть еще лучше да реально вот облако и в нем окно квадратное ну как такое возможно да облака должны быть там все не должно быть прямых линий то же самое можно замечать на горизонте то есть по сути дела такое чувство что то ли программу всем управлять то ли это создается искусственно то ли действительно существуют такие законы которые тоже подвластны обычным математическим геометрическим законам и поэтому все вот так вот оно и состоит то есть это в принципе могли создать высшие существа да как вот Алексей Кунгурф говорит вот горы созданы почему почему нет нет ну я там об этом я и говорю да это есть реформация то есть создание формирование материи причем я вот вообще порой не понимаю не часто там разговариваем с кем-нибудь типа ну какие типа могут быть там НЛО ну может быть ты знаешь я там делал пару фильмов там про Сан-Франциско там про Бост ну то что типа ядерная бомба ну что-то типа наподобие мощного оружия скидывали ну так как города выглядят после этого оружия ну видно что там что-то было мощно вот я говорю ну вот смотрите ну если у нас есть фрески да у нас есть иконы на которых НЛО ну извините меня 400 лет и там 500 лет назад эти фрески делали ну видно что НЛО там лучше идет до Иисуса и так далее да если бы они в то время летали то какие проблемы тогда могут быть с доставкой этого оружия например в любой город в 19 веке понимаете о чем я если бы это третья сила вот естественно кто-то кто-то за нами постоянно смотрит это же это же понятно что вообще как рыбы в аквариуме три дня прошло и мы забыли и вот плаваем в этом аквариуме а за нами вот так вот смотрят просто и все возможно и так смотри давай сначала подумаем точно их 400 лет назад рисовали эти картины гравюры ну вот после такой катастрофы и войны может что-то толком остаться ну в смысле после какой катастрофы ну допустим две катастрофы представим что 17 век и 19 век 17 век потом понимаешь не было я не думаю что была какая-то катастрофа которая затронула именно весь шар земной она была скорее всего если бы она была в европе то ее не было возможно в россии или не было ее в америке так как ну сам же знаешь извиняюсь воронки везде ну как так да в флориде и в сибири везде казахстан австралии это не противоречит тому что я говорю понимаешь это же вообще не противоречит вопрос можно вообще весь 19 век весь 19 век в принципе войны вот англичане вели везде возьмите любые индийские города куда они заходили с паром даже самая ситуация что в сан-франциско там на самом деле гореть нечего там у них дома из этих камней сложены типа сарайчиков таких и там тоже все спалено в пепел просто видимо кто-то им помогал извините ну вот я в своих исследованиях не раз встречался с тем что у нас же вот сейчас считается что земля неестественно наклонена то есть она наклонилась в результате удара и она возвращает свой полюс обратно то есть перпендикулярной к литике и соответственно потихоньку возвращается и я попадались мне люди несколько раз то есть вообще на земле ну то есть я тоже прихожу к выводу что земля это абсолютно искусственный объект есть система стабилизации то есть это 25 шаров в северном полушарии и 25 шаров в южном полушарии это конечно звучит абсолютно фантастично и абсолютно абсурдно но именно они стабилизируют землю и выравнивают ее ну то есть как вот у нас стабилизатор стоит головном мозге как у рака например там тоже песчинка является его стабилизатором выравнивает то есть это вестибулярный аппарат вот у планеты есть то же самое такой же вестибулярный аппарат который ее выравнивает относительно вообще силовым линиям солнечной системы вот потом видел Дарио очень интересно там тернократично естественно было все и ее ну по моим опять же хронологиям наблюдениям ее вообще сознательно затопили потому что они хотели отдавать прежде всего врата между мири которые там стояли и связывали землю с центральной частью галактики и чтобы вот эти все технологии не достались все таки тем кто потихонечку землю приватизировал Дарио затопили причем сознательно и причем недавно так как карты Меркатора показывают Дарию и Руссию одновременно Руссию Калифорнию Кольский полуостров и этих карт сейчас полно можно конечно сказать что-то новодел но вот я периодически просматривая ролики в том числе альтернативных исследователей очень часто нахожу так сказать подтверждение своим теориям которые я вижу периодически в прошлых жизнях людей вот так что я все больше и больше прихожу к выводу что земля так же как и луна вокруг нее это абсолютно рукотворные создания вот и соответственно видел я как земли заселяются то есть как если посмотреть у нас абсолютно рукотворная система экологическая то есть у нас например воздушный коктейль он настолько точно подобран у нас аватары очень чуть-чуть измените все настолько точно да газовую смесь измените все и люди вымрут все до свидания да и экология она специально вот почему сейчас китайцы хотят освоить марш с чего они начинают они думают о том как создать экологическую цепочку то есть это сначала почва потом это идет формирование микробов почвенного слоя растения то есть они уже сейчас выстраивают план о том как заселить планету и они мыслят именно с позиции того что нужно сначала создавать экосистему потом ее выстраивать таким образом чтобы воздушная среда соответствовала нашему дыхательному аппарату и нашему аватару то есть они уже сейчас это то есть в нашей памяти есть вся эта информация как создавать эти так сказать планеты как создавать как их заселять как их под себя адаптировать вот так что я с евгением согласен что земля это искусственное создание ну а вот теперь так подумаем если за нами следят ну здесь скажем вот у нас есть те которые нас создатели за нами смотрят ну вот их планы вошло так чтобы марс пока просто поотдыхал ну как бы вот там пожили не справились накосячили просто их стерли оттуда и все марс сейчас отдыхает как бы а мы вот ну вот это по сравнению вот например мураши да вот придут к нам домой и будут здесь свои порядки как бы наводить например да мы за ними как бы смотрим мы им там хавчик даем пускай покушают и так далее и вдруг они сейчас будут у нас дома как бы порядки наводить мне кажется ну оно как бы там китайцы что не хотели как бы они что-то не придумали и если сейчас не положено на марс значит не положено ну а естественно если конечно никого и нет и мы действительно здесь как бы одни и можем это нашей планеты мы можем делать с ними что хотим ну тогда это другой разговор ну я как бы в это просто отказываюсь и верить просто вот ну один только человек один только человек как он создан вот в нем рассчитано ну буквально все и говорить что это просто какая-то эволюционная я не знаю как бы совпадение там вот совпало так вот что человек вот так вот такой вот есть такой он сегодня и есть ну я не знаю я не могу это верить пацаны это просто нереально как-то мне кажется это кто-то реально создавал просчитывал расчеты какие-то вел ну да даже возьмите простую какую-нибудь какое-нибудь растение даже тот тот же апельсин возьмите ну не может просто так взять и появиться это сильно много вещей которые на на одном на одной точечке вот так вот все появились и они все перфектные они так сказать все идеальные это кто-то реально сидит и как на компьютере просчитывает выбирает даже возьмите рысь возьмите рысь да насколько красивая насколько красивый зверь там брови подчеркнуты там все вот так вот как будто вот сидели и кто-то реально а вот я хочу чтоб она вот так вот красиво вот как художники сидели и делали ну просто вот геноинженерия какая-то просто я не могу поверить что это все вот вот так вот просто раз и появилась тем более это дарвинская идиотизм этот дарвинский это это вообще просто никуда я лично squeezing именно от она применима очень хорошо применима в тем кто發 согласен полностью Потому что мало того, что каждое его живое существо просчитано, еще они очень грамотно вписаны все в одну экологическую цепочку. То есть кто, кем будет питаться, кто, от кого будет питаться. И когда говорят в Дарвинской теории о том, что из клетки произошли живые существа, ни один сейчас грамотный программист скажет, что ребята, вы что бредите, как может пентиум сам по себе, четвертый, стать пятым или шестым. То есть как он, да, у него есть какие-то запасы, так сказать, интеллект искусственный создает, запасы какого-то развития, но не до такой степени, потому что это генетически совершенно разные существа, у них совершенно разные программы, они записаны по-разному. То есть любой геном возьми, это конкретная флешка с программным обеспечением. Конечно, конечно. Ребят, я еще поверю, что сперматозоид может как-то сам зародиться, знаете. Но один только человеческий мозг, вы только вдумайтесь, один только человеческий мозг, как он сам может. Это же, понимаете, это равносильно тому, что я вот сейчас возьму банку пятилитровую, бутыль пятилитровый, и вот туда начну наливать белок, и все, что надо. Да, вот так вот. И просто встрясу, вот так вот буду трясти, трясти, и буду вот так вот миллион раз ронять воду, и чтобы оно вот так вот все вместе стряслось, и вот в итоге появилось там что-то из этих всех клеток, из этих всех, ну вы поняли меня, да? Но это же, сколько бы я ни пробовал, оно не получится, понимаете. А тут получается, у нас на одной планете, вот все просто идеально подогнано одно под другое, понимаете. Так, ну что, друзья, можно рассказать о том, что я сейчас показываю? Да, да, давай. Ну, смотрите, грубо говоря, это Марианский жёлоб, да, все знают о Марианской впадине, да? Когда и как она появилась, тоже мало кто знает. Вот, допустим, вот так это удовольствие выглядит, и жёлоб находится внутри, ну, на вот этой стороне. Это карта, да, наша? То есть, похоже, что что-то тут было, да? Вот как будто затянуло что-то, протащило. Ну, похоже, что вот этот кружочек образовался не сам. Да, кружочек образовался не сам. Как будто что-то воздействие произошло. Давайте подумаем. Ну, у меня такая версия, такая теория, что этот кружочек появился от большого взрыва, серьёзного взрыва, заложенного именно вот в этом море. Только взрыв вглубь был, то есть, скорее всего, метеорит. Скорее всего, а может быть, из глубины долбануло, вверх выкинуло. Мы же видим, да, вот тут много всего, как говорится, рассыпано. Вот, и в принципе, да, если долбанула вода, как вы думаете, как могло это всё пойти? Либо в эту сторону, либо в эту. То есть, это доказывает потоп. Но, как бы это сказать, отдалить его на 5-7 тысяч лет, это невозможно. Потому что дома, во-первых, засыпанные, они более-менее цивилизованные, да, вот отдают цивилизации. Причём, не хилой такой цивилизации. Согласны? Чтобы такие вот шедевры построить с колоннами по типу храма Марса, там, Венеры, да, или кого ещё там. Это ж серьёзные технологии нужны. И подъёмные краны крутые, и вообще, вот, нам же рассказывают, что все были древние безграмотные, в общем, ничего делать не умели. А на самом деле делали гораздо больше и круче, чем мы сейчас. Мы сейчас живём как деграданты последние. Катаемся на 100-летнем двигателе, а то и 150-летнем. Мы же не знаем, сколько этому двигателю внутреннего сгорания, правильно? Вот, и что получается? Я как бы тоже поднимал, многие поднимали тему по поводу великих пожаров, да, конца 19 века, это 1869, 70, 71 год. Они же были по всей планете. То есть, грубо говоря, люди не успели очухаться от наводнения, потопа, да, вот. И тут появились паразиты, которые решили поработить мир. Мы вот с Женей рассматривали много, да, таких фотографий. Ну, там реально стоит баба нафиг, блин, по-моему, она с дочкой, да, была. И лыбится, блин, сзади неё город горит. А она лыбится, позирует фотографа. Вообще классно. Вот о чём вся и речь. И получается, что этой темы касаемся действительно мы. Я не знаю, в Носовске, Фоменко, да, они выдвинули свою интересную теорию. Но они не коснулись веры, допустим. Они побоялись, видимо, её касаться. Вот. Я вот не знаю, кто верит, что Библии, сколько там, 5-7 тысяч лет, Ветхому Завету. Я не верю. Я думаю, что это всё внесли, опять же, в том же 19 веке. Тем более, был собор, когда на общее пользование сделали Новый Завет. В 19 веке. Да, ну, не думали, как это? Нет, в 19 веке это всё придумали. Абсолютно всё. Когда получается, что прям всё, прям вот подделали. Я сколько здесь в музеях был. Неужели это прям всё подделали? Ну, а как могут не подделать? Я не могу придумать. Ну, как, вернее, это себе представить. Я со многими не соглашаюсь, что всё якобы для нас сделали в 19 веке, чтобы нас реально оболванить. Ну, просто когда ты в Европе находишься, понимаешь, когда ты стоишь в какой-то древней церкви, это настолько пропитано временем и древностью. Там даже тебе не надо никакого проводника. Ты так прекрасно понимаешь, что это очень-очень всё древнее. Мы о чём? Мы про письменные источники, которые напечатаны в 19 веке. А вот всё остальное реально древнее. Причём мы не можем это повторить. Они же раньше встречались, я понимаю. Это же тоже можно всё проверить. Как бы всё вот так вот рассчитать, чтобы как бы без опиночки. Нет. То, что там очень много... Вообще, век фальшивок – это 14 век. 13-й, 14-й. Да не было 14 века. Официально, в официальной истории, всё, что написано о этих веках – это всё полнейшая ложь. Не было никаких изобретателей, художников, скульпторов в этом веке. Всё, что они могли сделать – это вот даже пример тебе живой. В конце 19 века, опять, после захвата уже, потому что Рим тоже осаждался. В 70-м году он был завоёван. 19 века. Именно в 70-м году. Потом что они начали делать? Раскапывать. Всё, что они отрыли. Отрыли бюсты, отрыли статуи, красивые статуи. Сам представляешь, да, они сейчас в музеях стоят. Блин. Это шикарно всё. Но на какой фиг они там отрыли бюст? Им просто гвоздём написали «Херодотус», вот «Херодотус», вот и всё. Больше нечего сказать. Ну да, да. Понимаешь? О чём тогда можно говорить? О какой древности можно говорить? Там тысячелетия, там, ну сколько он там, 400-300 лет до нашей эры жил, да? Или даже Геродот в первом веке, да? Я вам объясню простое, да? Возьмём порох. Порох. Вот везде вот эти 10 веков. Они как бы настолько непродуманы у этих официальщиков. Вот смотрите. По официалке мы знаем, что в пятом веке порох, там, более-менее уже придумали, который более-менее уже опасный, стал взрываться и так далее. Там селитры это начали всё делать. А потом он у нас на 10 веков пропадает. Вообще ничего про него не слышно. И только в 15 веке появляется. Понимаете, о чём я говорю? И тут мы начинаем с самых... Ты где эти сведения взял в 15 век? Ну, а пушки у нас... У Ивана Грозного даже... Откуда ты взял, что Иван Грозный это одно и то же, ну, единое лицо? Нет, ну, в смысле? Что он вообще существовал? Нет, ну, я имею в виду, пушки появились по всему миру, ну, где-то в 15 веке, в 16 веке. В 15 веке они настолько были, там даже ещё из брёвен стреляли. Из брёвен стреляли? Из брёвен стреляли? Деревянные стволы. Я бы хотел на это посмотреть, честно. Но потом оно начало раздеваться. Я тоже хотел бы на это посмотреть, как из брёвен стреляли. Тут без обид. Ты сейчас рассказываешь официальную версию. Так, я же не говорю, что я её придерживаюсь, пацаны, вы чё? Вы меня даже не поняли. Китай с этим вообще с туалета собирали селитру. Я вам говорю, официальным у нас, в 5 веке у нас придумывают порох, ну, там, в начале 5 века и до конца. Потом он у нас на 10 веков просто пропадает из виду, понимаете? И появляется опять только в 15 веке. Это и есть как раз 10 веков, которые были просто непродуманы на всё. Я же вам и говорю. Если писать фальшивую историю, то нам надо просто колоссально всё продумывать. И даже с этим же порохом они практически прокалываются. И нам показывают, что 10 веков вот эти вот у нас и добавлены. Возможно, поменка и Носовский в этом и правы. И это не только с порохом, это и с оружием, это и с кораблестроением. Во всём эти 10 веков практически, они как, я не знаю, они как туманные какие-то. Как будто там ничего, по большому счёту, не происходит. По большому счёту, до 19 века вообще мы ничего не знаем. То, что там написано, можно это всё сжечь. Понимаешь? Я тебе сейчас прикол скажу. Носовский-Фоменко. Вот и вы, друзья, зрители, напишите. Как вы думаете, теория Носовского-Фоменко – это вброс или нет? Ну, обработанные мужики, мне кажется, да, обработанные они. Там что-то, знаешь, как Библия. 40% правда, 60% не правда. Откуда там правда возьмётся? Во-первых, Фоменко-Носовский, они очень сильно сами себе же противоречат. Одну книгу издали, в другой уже противоречат. И я просто не могу их конкретно читать, потому что я постоянно натыкаюсь на противоречие. Я просто небольшое зерно сомнений. Извини, Илья, я чуть-чуть, я быстро. Я зерно сомнений вам сейчас кину, а вы подумайте. Если бы Носовский с Фоменко не были вбросом, они бы Путину свои книги не показывали. И про это по телевизору не говорили. Так что думайте. Вот о том же хотел сказать, но иначе. Их теория, как и теория их, назовём мягко, земляков Карла Маркса и Фридбейса Энклиса, очень внутренне непротиворечива. Но, тем не менее, там есть косяки. В смысле? А можно я скажу? Да, да. Можно я скажу, если можно? Говорите. Ребят, я очень много прочитала Фоменко и Носовского лет, наверное, 15 назад. Действительно много. Они настолько у меня тогда перевернули вообще сознание, перевернули образ мышления, благодаря тому, что они математики, и благодаря тому, что они всегда говорят, когда А, они говорят Б. И они меня научили одному. Если исследуется какой-то факт, всегда нужно дойти до первоисточника. Вот, в принципе, они в моих книгах всегда к этому ведут. То есть пришли к первоисточнику, и дальше задается вопрос. Можно ли этому первоисточнику и доверять? Ну, как правило, естественно, получается, что нельзя, да? Вот. Поэтому, знаете, когда стоит вопрос, вброс или не вброс они, я как психолог рассуждаю с другой точки зрения. Во-первых, начнем с того, что они все это дело исследовали, начиная с 70-70, если не ошибаюсь, с 7-го года. Вот. И в то время они были такие, по сути говоря, единственные. Вот они опирались на Сова Морозова, на какие-то книжки. Тогда даже компьютеров не было, сети не было, столько информации не было. Плюс не будем забывать, что у них есть свои там какие-то ученые степени, которые позволяли им, например, попадать в библиотеки и какие-то трогать реальные документы, которые, ну, например, я не смогу попав в библиотеку потрогать. Вот. И я думаю, что они жили обычную нормальную человеческую жизнь, просто интересовались чем-то, их никто там как-то не спонсировал, никто никак тогда не продвигал, ну, если только на каких-то тонких планах, да, или там каким-то тонким образом там давали где-то зеленый свет, но не в прямую, не на осознанном уровне. Вот. И, собственно говоря, до какого-то момента они докопались, вполне возможно, что... Слушайте, ну вот мы с вами, елки-маталки, что-то у меня начинают даже немножко это так заводиться, в хорошем смысле слова. Смотрите, после 2012 года реально у людей начало открываться. И это касается не только альтернативки, это касается очень многих знаний. То есть процент людей, которые открывали глаза 30 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад и сейчас, это совершенно разный процент. И, соответственно, тот уровень, до которого они могли быть тогда открыты, и я склонна полагать, что есть кто-то там сверху, кто этот рычажочек-то нам повернул. Ну да, действительно, закончилась там ночь, теперь начался день, там наступил так называемый конец света в 2019 году и прочие-прочие-прочие моменты, которые указывали, что будет какой-то переворот в людском сознании, в мире. Я думаю, что это действительно произошло. И до того, как это произошло, и это было как раз в ту пору, когда творили свои первые книжки «Поменка и Носовский», ну и вторые и третьи книжки, тогда, скорее всего, было закрыто, в принципе, это знание. Оно было закрыто. И они просто, как обычные люди, творили и мыслили, размышляли вот в том диапазоне, который был, в принципе, доступен. И в этом смысле они точно не вброс. А вот когда сейчас уже времена наступили за последние 15 лет, сказать, что их часто показывают по телевизору, нет, их не часто показывают по телевизору. Я единственная удивлена, что им вот сколько там, лет 10-12 назад, нет, 10 лет назад, даже меньше, им разрешили, ну да, получается, давно такое было разрешение, выпустить этих серию фильмов, причем таких достаточно хорошо снятых. Вот, да, это действительно 2007-го лета. Так же, как и книги. Да, 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 и книги эти печатать в бесконечном количестве. Но, мне кажется, это единственное, что им с точки зрения властей было вот дан зеленый свет. А мне кажется, с определенным там каким-то условием, и чтобы там что-то там... Потому что... Вот Сирен, что это слово сказал, с предыдущим условиям, да. Да, там, мне кажется, ребята эти все-таки прижали, потому что, ну, не шутки... Во-первых, они религию не тронули. Да, ну, вот, правильно, ребят, последнюю сразу. И еще хочу сказать. Я сказал Сереж слово условия, и я думаю, что это условие было такое. Они обрисовали такую точку четкую, что история была искажена до того момента, когда распространилось активное книгопечатание. И, дескать, после этого момента уже фальсифицировать информацию было как бы не очень возможно, значит, с этого момента все примерно правильно. И дальше они не стали, в принципе, ничего развивать. Кто и когда поставил им точку в их размышлениях, я не знаю. Была ли это точка с верхних планов, знаете, просто чикнули людям вот на этом месте, и все, и мысль дальше не идет. Или была это какая-то нота конкретная, материальная со стороны там неких там властей. Конечно, конечно. Это и было, да. Или успокойтесь, ребята, или мы вас успокоим. И они успокоились, и им спасибо за все, что они сделали. Они реально сделали, конечно, огромный прорыв хотя бы в сознание. Они двинули людей, да. Они двинули людей с места. Друзья, они не успокоились. Их припугнули, сказали, оставьте нам хотя бы пару сотен лет истории, иначе вас просто не станет. Иначе вам и года не станет. Они испугались. По большому счету, они не успокоились. Они не успокоились. Друзья, дайте пару минут буквально. Они просто испугались. Вот по поводу официальной истории, о том, что вообще не стоит читать все те книги, которые нам дают историки. Недаром я называюсь глобальным вопросом. Это не пиар. Смотрите, на экране у вас видно, да. Князь Ярополк Святославович. Да, это же все вот типа рюрики, да, можно сказать. Вот кудряш. Просто смол на картинку запоминаем лицо, да. Спускаем так. Где он тут делся? Ага, вот здесь. Спускаем ниже немножко. Ой, тот же самый, да. Изяслав Ярославович. Изя неплохой, да, тоже кудряш. Тоже лицо. Идем дальше. Ой, чуть-чуть постарел, да. Мстислав Владимирович. Вот как вы считаете, это те же лица? Ну, тут уже нам каких-то непонятных. Ну, якобы же они родственники. Великий князь Владимировский. Всеволод Юрьевич. Большое гнездо. Я не знаю, где у него там гнездо большое. Но это тоже лицо. То же самое. И вот так вот получается нам втемяшивают, что вот это вот... Это что, клоны? О, Владимир Александрович. Тоже лицо? А, нет, Владимирский Александр Ярославович. Неплохо, да? Классная у нас история, друзья. Как вы считаете? И вот как можно читать вот эти архивные документы и верить этому? Я этого, честно, не понимаю. Неужели мало вот того, что уже у нас есть? То, что, допустим, история Рима, это точно... Вернее, даже история Китая, это калька с историей Рима. Никто не читал ни то, ни другое? Да, это известно многим. Ну вот, о чем вся и речь. И мы почему-то вот склоняемся к чему. Ну, блин, это вообще какие-то английские ребята. Посмотри. Англичане. Ну, блин, фиг его знает. Не надо недооценивать врага. Просто того же Носовского и Фоменко за огромные деньги печатали еще в прошлом столетии. Ой, смотри, опять тоже, Данила Александрович, Илья, посмотри. То же самое лицо. Вот вы, друзья, как думаете? Это то же самое лицо? Я же говорю, принтер один. Принтер один, да? Заклинило. Бывает. Ой, а ты кто? Князь Владимировский опять. Иван Первый Данилович. Я что-то не пойму, либо это долгожитель был, либо клон. Родня, родня. Родня, да. Средь бела дня. Опять какой-то инглишмен. Они свою кровь-то там, они знали как. Ой, смотри. Они все были на него другого похожи. Князь Московский. Дмитрий Иванович Донской. Опять тот же самый. Нормальная у нас история, да? Вот реально нормальная, красивая. Василий Второй. Чуть-чуть немножко изменили. Литчика и все. Либо один и тот же художник. Стиль и вестрация, конечно, здесь трудно вообще понять. Давай. Тот же самый, смотри. Не, Роман, ну тут я тоже считаю, что это просто стилистика нарисованных лиц, она одинаковая. Поэтому тут, скорее всего, даже автор один, либо стиль один. И автор один рисовать не с кого было, понимаешь? Все, я рисовал. Подожди, он видел? Вообще, хоть одна картина сохранилась с тех времен? Нет. Зачем вот рисовать бред вот этот, понимаешь? И выдавать вот за вот это. Ну, ребят, мне этих 10 веков пришлось добавить, представляете? Да никому ничего добавлять не пришлось. Никаких не 10 веков, ничего. Произошел захват. Вот вам, пожалуйста, картинки. Это 71-й год. Произошел захват в 19-м веке, понимаешь? Так, вернемся сюда. Смотри. Так, это 906-е. 1872-й год. И вот с этих моментов начали нам всякую дичь втирать, понимаешь? Придумали каких-то индейцев на самом деле. На территории Америки жили разные народы, как и здесь. Никакими индейцами они не были. Ихние города уничтожили. И они вынужденно ушли в леса, в горы. Одевались то, чем Бог пошлет их. Понимаешь? Ну, не так разве? Тут уже не только перья, когда одежда сносится, оденешь. Тут и листья начнешь навешивать. Да, я согласен. И мои исследования, и Максименко тоже подтверждают, что там на территории Америки белые жили, и высокие, и великаны жили. Вот, то есть, тут, да. И я видел, как разрушались города, вот, как они расстреливались, как гибли люди. То есть, вот, у меня тоже есть информация. И это вот по моей хронологии, это где-то ориентировочно 16-й век, если брать, вот, сравнивать с современным летовисчислением. Смотрите, друзья, туристы. Вот это идут туристы по улице, понимаете? Вот, видите? Город разрушен, они пришли, и вот смотрят, где они, что строить будут. Вот так красиво, чисто одеты могут быть погорельцы? Это массовка 19-го века. Ну, получается, что? Получается, они прибавились на чужую территорию. Жалко, я не знаю, найду я сейчас эту фотографию или нет, там, где вот эта овца позирует. Вот, извините, я по-другому не могу назвать эту женщину. А ты набери пожар в Бостоне, по-моему, или пожар в Сан-Франциско. И именно это. Вот наподобие этой фотки должно быть. 800-1. Ну, их тяжело найти. В видео у меня есть эта фотография. Я говорил, что, вот, смотрите, сзади пожара она стоит, улыбается и позирует. Вот, опять же, местный житель может так себя вести, когда у тебя такое горе. И посмотрите, какие дома, насколько они цивилизованы, насколько они построены. Ну, просто, это верх технологий строительства. Если даже вот такие, как говорится, происшествия не очень-то сильно на них повлияли. Понимаете? Вот оно здание, на котором потом что? А, не, оно похоже, вернее, сильно. Че-то чихают. Опять 81. Ребята, раскрыть вам тайну, да, почему вот у нас нет документации, когда эти вот колониальный стиль, когда что-то строили, ну, что-то типа Эрмитажа где-то, да. Почему у нас нет документов и так далее. Это же очень просто, на самом деле. Это все строили команды этих вольных каменщиков. И вы же знаете, что они держат свои архитектурные... А когда вольные каменщики-то появились? Ну, они официально в 17-м или 18-м веке. Нет, 1700 в каком-то там. Вот. И оно неофициально-то, они были, че-то не знаю, с каких времен. В принципе, с начала раннего Ренессанса они уже имели... Нашел. Секреты, да, переняты от римлян. Вот что опять интересно, да, если бы у них такой отрыв с римлянами практически на очень долгое время, но они почему-то переняли от них и бетон, и литье бетона, и вот эти все приколы, короче, да, когда мы селились... А были они римлянцы, эти древние? Ну, они были, но я думаю, все-таки они не в этом... Кажите хоть одного. Ну, как в смысле, покажи хоть одного. Ну, были они римлянцы, эти древние? Ты вот реально веришь, что они были? Были они, и гречи, и не грехи. В 19 веке. Я вчера римский дворец видел в Непале, римский просто со статуями. У вас покажу скоро видео. Такое ощущение, парни, что греки и римляны, это вообще одно время все. Просто греки жили у себя, римляны у себя. А в Сибири тоже греки с римлянами жили? Да, и строили там и дороги опиевые, и все эти арочные строения высоченные. Колониальный стиль такой же по всей Сибири. И в горах, и где-то глубоко под землей. Где-то окведуки в Чите. Да, Илья, как его, Богданов, он находил такие строения колониальные, зарытые или залитые камнем где-то в скалах, на высоко или глубоко, где-то там в катакомбах. Причем именно в Северном подкушении Широнов. Скиньте ссылку, если не понял. На это... Его сейчас нет, Илье. А грима, скажите, по поводу триумфальных арок? Почему там столько много римской символики? А кто сказал, что это римская символика? Ну, это античная символика. Это не римская символика. Не, но все равно, смотрите на... Арки, вид по всему миру, одинаковые и используются одинаковая символика. И вот про что я имею в виду. Она разница. Символика разница. Ее могут читать, ее могут читать именно вольные каменщики, как зеки. Зеки татуировки. Подожди. Там, вот, я забыл, на каком-то канале человек рассматривал эти арки. И там странные вещи. Там изображены пустые доспехи. Но пустые доспехи, которые очень сильно похожи на человеческое тело. Такое ощущение, как будто кто-то создал доспех. Они висят на бревнах. Возможно. Это римская традиция. Это римская традиция. Они висят на бревнах. Давайте я уже пару минут закончу. И беседуйте. Вот я нашел эту фотографию. Если вы видите у себя на экранах ее. Вот. Что вы видите? Вот, допустим, на заднем плане. Вот сейчас видно, да, мышку? Ой, античная построечка, да, как бы? Более современная. Вы московские постройки видели? Сталинки. Сталинки. Сталинки, типа это самое. Смотрите, какие высокие. Ой, покажите мне водонапорную башню, пожалуйста. Нету, да? Странно. Как же вот в такую? Это ж какую башню на высоты строить, да, чтобы так воду подавать? На такую высоту. Это раз. Второе. А насосы какие должны быть? Нормальные люди могут так себя вести? При вот том, что творится на заднем плане. Эти стоят, лыбятся, позируют. Эти сидят, смотрят. Ну, там особка, естественно. Причем это фотошоп 19 века. Ага, фотошоп. А по-моему, это просто захват. Вот мне, например, пишет сейчас Михаил Лаврухин, кстати, коллега по музыкальному цеху, что называется. Я ходил, да, в этот камерный хор. И я в Екатеринбург в начале месяца не полетел, да, но не смог. А там действительно, вот он говорит, там столько всего по твоей теме. Екатеринбург, да, где вот он находится? Пожалуйста, туда можно тоже приехать. И тот же колониальный стиль, но снимать столько, сколько, не знаю, на всю жизнь хватит его показывать в роликах. Опять же, это к тому, что любой город России, Руси, да, вот куда ни зайди, везде какой-нибудь Нижний Новгород, Великий Новгород, там построено то, что уже построено старинное, оно уже построено на античности. То есть, вся античности, она не в фундаменте, а именно на строениях, на верхах этих строений. То есть, вот я, например, был на Ильинке, там внизу готическая арка глубоко зарыта, рядом с ней обычные арки, ну, такие круглые, здоровенные. То есть, значит, там еще ниже идет, что и доказывает, что кремлевская вот эта вот система, она зарыта там глубоко, там на десятки метров все там занесено, все. Не зарыта, а занесено. И вообще, если посмотрим на рисунки, гравюры старой Москвы, она вся античная, сплошная античность и готика. И даже фотографии есть, это доказывающие. То есть, многие храмы в России, вот сейчас в любой посмотреть, там сплошная та же готика, там такие же окна такие заостренные наверх. А сколько я, сколько замков средневековых я видел или похожих на них строений везде вообще. Просто в ближнем окружении, даже там Московской области или ближайшей области. Опять же, это что, это столько много к нам итальянцев понаехало или немцев со всех сторон на всю территорию нашей громадной, называется, родины. Вот, да, приезжали, приезжали. Да, а в Сибирь приезжали. И просто им от балды захотели и строили. Вот вам, пожалуйста, друзья, Париж, 1871 год. Тот же самый год, видно, да? Таких немцев и итальянцев не хватит. Кто поедет, извините, в Сибирь из них? Они привыкли к теплу, к уюту. Они ездили туда только в качестве путешественников, каких-нибудь зарисовщиков и так далее. И то неизвестно, правду ли они рисовали. Евгений, Евгений, так какая Сибирь, если они при открытии Америки иллюстрируют одни и те же здания, как Кремль наш, и подобные античные строения. Найдите материалы, которые начинаются с начала так называемого открытия Америки, там, 15 век. Там они все строения показывают, античные, уже существующие. Цивилизация выше, чем в Европе, так называемая. То есть ничего они там не строили. Там они просто чуть-чуть подлатали то, что уже было. И откопали. Все, ничего они там не строили. Все эти итальянцы, все эти европейцы. Я же говорю, все, что до 19 века, можно выкинуть. Нету этой истории. Нету и никогда не было. Ни шанса во всем говорит одно. Друзья, я вам открою еще больше секрет. Когда я общался с людьми, которые отсюда уехали жить во Францию, в Италию, я говорю, там вот одна знакомая у меня там была, говорит, я говорю, о, слушай, ты на этой фотографии так на француженку похожа. Она такая, что? А ты француженок настоящих знаешь, как они выглядят? И как они себя ведут? Я говорю, нет. Он говорит, да цыганки обыкновенные. И итальянки настоящие такие же. Балаболит, выглядят как цыганки. И совершенно все их, обсуждаются повадки поведения, да если можно так назвать, применимы к человеку, они именно все такие. Это коренные француженки и итальянки. Вот так мне и говорили, и ни один человек так говорит. О чем это говорит? Что это люди там, они не жили. Или засилили туда таких вот, которые, ну, что называется, я не думаю, что суперинтеллектом блещут, да. Никого не хочу оскорблять. В каждой нации, в каждой расе есть умные, есть люди, разбирающиеся в разных вопросах, да, там. Но, тем не менее, да, насколько мы знаем, это народ кочевой. Он не сидит на одном месте, он там ездит везде и как бы не задерживается. Их не волнует ничего, кроме как пропитание на данном участке, куда они приехали. Вот такая информация. Вот вам итальянцы, вот вам французы настоящие. А что мы там, Жень, с тобой вчера смотрели после стрима? 1850 год, да, достижения там? Да, что-то такое. Так что, как эти люди, которые даже не задерживаются на месте, будут строить такие грандиознейшие строения, которые даже сейчас техника не может такое осилить? Я не представляю, как будут восстанавливать тот же Нотр-Дам-де-Пари, каким образом его восстановят, из какого материала они что-то будут делать в такой же прочности. Что они там сделают? Никак, потому что дубов столько нет, извини, что вклиниваюсь. И свинец откуда тогда взяли, потому что всего два месторождения свинца в Европе было, как его везли. Хотя на всех католических соборах свинцовая крыша, везде, даже в Омске и прочее, была. Потом меняли. Но оригинально она была свинцовая. Почему? Такие глупые предки, чтобы помолиться из свинца крышу делали. Не везде из меди. Хотя железо дешевле. Оно было явно. Но где-то почему-то из меди колокольчики, а где-то свинец. С какими целями? Почему? Да, свинец в тех же колоннах, сколько его там внутри. Свинца эту. Это все высокотехнологичное строение. Это очень крутые. Потому что качество понимали лучше, чем мы сегодня. Ребята, оцените масштаб технологии. Я думаю, Парфенон в Греции все знают. Они вот сейчас типа восстанавливают. Так, старые колонны изначальные, там расхождение по отклонению от центра 2 сантиметра. А сейчас они восстанавливают Парфенон. И допуск идет до 20 сантиметров. Вот вам и разница в современной и дикой технологии недавнего прошлого. Ну да. Сейчас не восстановить без токарных станков такого масштаба. Сейчас просто нет. Они сейчас заливают бетоном. Но там-то был цельный монолит практически. Причем звучащие. Эти камни звучат. Потому что все вибрировало, резонировало. То есть сейчас мы не можем такого восстановить, из такого качества камня. Это не природный камень, я настаиваю. Здание раньше строили с определенным умыслом. И здание несли определенную цель. Технология была, да. Технологичная цель. На все это смотрели просто иначе, чем мы сегодня. Поэтому нам это и не доходит в нашу голову. Потому что мы сегодня... Ну вот ради прикола. Металлопрокат когда начался? В 20 веке, да? В начале. Такой крупномасштабный. В промышленных объемах. Ну конец 19-го, начало 20-го. А вот смотри. Опять же повторю. Мы вчера с Женей рассматривали разные эти самые фотографии старинные. 1850 год. Подводная лодка. Металлопрокат, друзья. О чем вообще можно говорить? Дворец Бангладеша, построенный в 1600 году. Там двутавровые балки 50-70 метров длиной. Я замерял. У меня есть видео на канале. Этот деревенский кузнец на колонке сделали как? А при дворе Ивана Грозного роботы служили. А это как? Которые управлялись силой мысли. А потом их Яков Брюс повторял при Петре. А это как? И это источники и наши. А столб, который в Индии стоит. Ну, ребят, ну тоже технологии были высоки. Ну вот, 871 год опять, смотрите, друзья. Это Париж уже. Это тот же самый год, когда и пожары якобы в Америке. Понимаешь? Что это мы видим? Ой, металлическое перекрытие, балочка, да? Двутавра? Прикольно, да? 1871 год. Здания старинные? Старинные. А балка была заложена? Лошадками, копали ручками. Ремонтировали. Кто-то скажет, может быть, ремонтировали. Да кого ремонтировать это все разруха? Вот еще фотография Парижа. 1871 год. У меня есть видео по этой Франско-прусской войне, как раз этого. Вот оно, да. Это Америка. И самое интересное, чем разрушили-то? Вот это вот, чем разрушить? Ядра, динамита даже не было. Это сколько ядер нужно, чтобы вот так обголодать колонны? Да нет, все это было. А сколько нужно ядер, чтобы раскрошить здание в песок? Не то, что вот в эти обломки, а именно в песок превратить здание. Жень, да, ты не помнишь? Жень, да, ты не помнишь о работе, короче, с ядерным, там, атомным оборудованием? Атом когда делят? 1860 какой-то год, да? Опять же, фотки мы смотрели. Нет, подожди. Вот эти фотки, которые ты имеешь в виду оборудование, да, это мы смотрели, по-моему, уже начало 20 века. Нет, ну там, начиная от 1850-х годов, заканчивая 20 веком, середина и конца. Ну, в общем, как бы сказать, неважно, даже если смотреть оборудование и всякие технические вещи, электрические приборы домашнего пользования, начало 20 века, откуда они взялись? Кто их изобрел за пару лет? Там, пускай, да, даже за 50 лет. Там такие вещи, которые сейчас их нету, там, лечение какой-то кобальтовой установкой. Ну, там, правда, были лечения рентгеновскими какими-то, в общем, радиоактивными вещами, да, там, это, я не знаю, как они лечили, хуже это становилось или лучше. Но, блин, глядя на эти устройства, там, рентген, который такая, рентген-кабина, где там в реальном времени все видно, все кости, да, сейчас такого нет. Потом какой-то рентген, как вот, типа, кладут человека, да, и там как-то он поворачивается в разные стороны, типа, как бы это сказать-то. В общем, таких аппаратов сейчас нету, да, ну нету их сейчас. У меня комментарий очень странный, интересный, на который вообще можно спокойно ответить. Игорь пишет, если у самого руки сзада, то действительно загадка, как кузнецы такую красоту куют, как люди из дерева вырезают, как вообще могли такое построить. Есть предложение. Двутавровая балка метров 10, пожалуйста, с помощью молота и наковальни. Да, еще плюс ко всему, вручную вырыть. Вот кто это пишет, да, предложить. Сначала, сначала добыть руду. На лошадках привезти и сделать 10-метровую двутавровую балку. Нет, сначала руду добыть, вручную, потом вручную ее как-то из породы выудить, вылить, не знаю, заготовки какие-то. Выплавить металл. Да, выплавить металл и сделать хотя бы кусочек двутавровой балки. Что, скинемся на тысячу долларов человеку, если он это сделает, нет? Да, запросто пускай, и все это в реальном времени покажет, как он что-то делает. Один. Или там с командой людей. Без использования электроинструмента. Естественно, вручную, вручную. Огонь, там, не знаю, там, древесила. Древесила, дрова огонь, ну, молот, там, как-то. С желудок свиньи, допустим, да, чтобы меха раздунувать. Ну, да, да, ничего другого, только так. А вы, кстати, не заметили, чем были натянуты окна? Они же только бычий пузырь. Пузырь. Повсих многоэтажковых, да, да, да. И в дворцах тоже. А вместо микрометра использовали, наверное, конский волос. Вот, например, в XII век вот эти вот часы стоят, хотя их много, но часы вот эти в Праге, которые самые известные, австономические часы, наверное, конским волосом измеряли. Как ты догадался? Интуиция. Кстати, в Сибири в 1871 году был такой же точно пожар. Сейчас вот просто наберу в Сибири, будет картинка. Фоток, кстати, как ни странно, нет. Наверняка и Питер горел в это время, наверняка и Москва горела именно в это время. Просто наша территория, она больше замылена для нас. Тут вообще что-ликопни ничего нет. Долбали, ребята, с какого-то хорошего такого оружия, знаете. Да, да, в те годы было. Я нахожу, упоминаю, что-то такое было. Оно, возможно, без огня, без чего-то. Оно как-то воздействовало на камень, на бетон. То, что просто рассыпалось. Молекулы просто от друг друга расщепляли. И так вот, что-то химическое что-то такое. И при этом выживали деревья. Они сопротивлялись, потому что они были более химикими. Прямо как сейчас в Калифорнии пожары. Да. 1862 год, Санкт-Петербург горит. Камни горят, ребята. Горят камни. Вот как можно такое нарисовать, я не понимаю. Это каким бестолочным художником быть надо? Тут, блин, ну я понимаю, ладно, кровля там, может быть, деревянная, да, всё сгорело. Ну всё, коробки должны остаться. Они не должны ломаться, рушиться, плавиться. Понимаете? Сейчас найду всё-таки. Ну то ли там фосфором всё засыпали, непонятно, что это такое. Пожар в Иркутске, ребят. Смотрите. Посты были добыть его откуда-то. На вашем экране пожар в Иркутске, 1879 год. Какая для них проблема фосфор-то? Да, они одни церквушки нарисовали. Ну вот посмотри, как будто все ходили и молились, ёлки-палки. Ну в принципе, это можно сказать единственная картина. Как горит, это же ненормально. Конечно, ненормально. Камень так гореть не будет, никогда. Вот получается, что именно этот год и был, эти годы и были, время захвата. И с этого момента мы действительно стали рабами, просто рабами. Тех, кто захватил. А все действия, они доказывают то, что мы рабы. С ихней стороны действия. Я уточню, это наземный захват. Наземная, бавардировка была раньше. Наземная, да. Это уже как зачистка, можно сказать, скорее всего. Именно, да. Странные войны, эпидемии, пожары. Это была середина 19 века. А бавардировка была все-таки год без лета, в 1515 год. Но это пик. Началось раньше. Началось даже, согласно официальной версии, если проследить, все катаклизмы мировые, вообще, абсолютно в любой сфере, в политике, в внешней политике, в отношении государств. Просто мировые катаклизмы, моры, наводнения и так далее, пожары. Это все конец 18 века, как уже такой апогей, когда этого уже было много. А началось, наверное, и до этого, естественно. Как очередной этап. То есть, я, например, считаю, что каждые 100 лет такое было. Ну, как сказать. Видимо, у них такая программа. То есть, каждые 100 лет, как минимум, делать что-то конкретно мощное, конкретно всемирное. А в течение 100 лет, ну, вот как сейчас, да, мелкие конфликты, малые войны, тролливали и так далее, там, какие-то мелкие эпидемии. То есть, постепенно, потихоньку. И иногда устроить что-нибудь большой бодобом. Сейчас им не удалось это сделать в 2012 году, как они планировали. Кто-то им помешал или что-то. Но в планах у них это было. То есть, примерно устроить каждые, там, 100 лет или даже, может быть, меньше, что-то одинаковое. Наподобие малого апокалипсиса, а в какие-то периоды большой апокалипсис, да? То есть, вот... Не, ну, видимо, произошла катастрофа. Потихоньку все восстановили, и потом начался захват. Потому что, во-первых, эти постройки в любом ключе, они построены поверх затопленных домов. То есть, вот осталось два, один, два, три этажа. Они в земле. И вот взяли поверх, построили. Отсюда у нас появились и цокольные этажи. То есть, это в любом ключе просто этаж, на котором построено новое. Целая куча в разных городах, в разных странах. Что у нас происходит в частных домах, да, в городе? В городах же есть частные районы, районы частных домов. Кирпичное такое, с полуподвальным помещением, якобы, да, вот, полузасыпанные окошки такие. Кирпичное. А поверх деревянный домик стоит. Нормальный ход, да? Причем помещение в подвале. Но есть и один. В подвале. Трехметровое, как минимум. И видно, что окно заложено под землей. Вот. Так что я еще хотел о этих пожарах сказать. Они очень страшно описываются. Пожар, когда начался, люди начали в реки прыгать. Вот что в Америке можете почитать, да? Рядом речки текут. Там более ста городов было уничтожено в нескольких штатах. И территория Франции, Парижа. Сено горело. Ну, сено, речка, знаете, да? Вот. То есть люди прыгали в воду в любом городе, в любом месте земли. И варились заживо в ней. Вот так эти пожары именно так описываются. Любой, какой ни возьми. Что вот Иркутск, что в Америке, тот же Бостон, Чикаго. Зато рассказы о пожарах смешные. Да, там грохот какой-то описывают. Тоже там ученицы, короче. Странные вещи, конечно, странные. Тут ничего не скажешь. Так, может быть, вот эти вот вещи, да, такие пожары, может, это именно описывается в нашествии каких-то кораблей или там, вот как вот, война миров. Да каких кораблей? Это один народ, который захватил весь мир. Ну, вот этот народ должен был оттуда взяться. Это три типа, которая помогла этим англичанам, и все. Ну, и кто они там на самом деле? Англичане, мы их так знаем, англичане. Британе, англосаксы, неважно, кто это. Да, это... Ой, ладно, не разжигая ничего. Ладно, мужики. Уже все разожгли. Есть видео про странную королеву и странную Британию у меня. Как одна страна смогла западить весь мир. И задается несколько вопросов. Рекомендую посмотреть и обсудить, коллеги. Ну, все, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Спасибо за участие. Приятно было поговорить. Англосаксы. До скорых встреч. Ждем от тебя новых работ. Да. Друзья, револьвер язычника, подписывайтесь на канал. Будь там на связи, бывая, если что, там сообщения смотри в группе или... Да, да. У нас связи, короче. Все, ребята, давайте. Всего вам хорошего. Спасибо за участие. Пусть дуран тоже есть. Пока. Так, что, я думаю, может быть и стрим даже пора уже заканчивать. И уже более двух часов идем. Как думаете? Незаметно прошло более двух часов. В принципе, да, можно. Потому что, я скажу, вот по-честному, длинные не очень люди любят смотреть. Коротенькие мы, в принципе, все сказали. Может, Виктор еще мало говорил. Может, Виктор еще что-то хочет сказать. Виктор, давай. Про роботов там, не знаю, про великанов. Или еще что-нибудь. Дело в том, что нам не говорят правду. Понимаете, в чем дело? Зайдите на мой канал. Какие документы я нашел? Это именно документы того времени. Как вам насчет трехступенчатой ракеты в 16 веке? И полетах в космос, которые описаны, найдены наукой. Они эти артефакты изучают. Изучают, типа, а может это... Они, кстати, их откопали. Откопали документы. Вить, ты можешь показать фотки? Демонстрацию сделать? Можешь? Есть? Я могу показать целые видео. Потому что у меня целая серия по этой теме. Видео в стриме не стоит демонстрировать. Не-не, я имею в виду видеофотки. Фотки по видео. Имеется в виду об этом. А, давай. Сейчас, секундочку. Видите? Меня видно? Да, канал видно. Все ништяк. Все ништяк. Ну, и вот, мы вот смотрим. Сказочно высокие технологии. Целый плейлист. Открываем. А там смотрим. Атмосферное электричество и храмы прошлого. Как оно работало. Космические ракеты. Вот они, средневековье. Открывай, открывай ракеты. Ну вот, открываем ракеты. Посмотрим. Так, это ракеты. Ракеты, я же говорю, самые интересные технологии. И именно век 16-й, 17-й. Артиллерийское искусство. То есть, там трехступенчатые ракеты, которые были повторены. Вот они. Ну, документы старые, понятно. Трехступенчатая ракета, которая была повторена в 20-м веке. Технология 20-го века. Реактивные струи. Вы говорите, порох. Там описано, что эти ракеты сотни лет применяются. Что ими пользовались от времен Македонского. Правда, непонятно, когда тот Македонский жил. Как во времена Пушкина они из подводных лодок запускали торпеды и топили корабли. Как в 19-м веке расстреливали с кораблей крылатыми ракетами береговую оборону. А где это все в историческом нашем любимом документах? Ну, вот где это все? Это всего лишь там одно видео. Вот эти официальные документы про артиллерию. И они, кстати, все говорят, что они это сперли. Ну, условия по-русски говорят. То есть, они это использовали, знали. И все это ж езжешь. Можно перейти по ссылке. А он под каждое видео нажал вот так кнопку еще. Смотрите, сколько ссылок. И каждая ссылка это ракетные технологии, ракетные технологии, ракетные технологии. Так это по ракетам. Ага, роботы во времена Ивана Грозного. А Иван Грозный знаете, что говорит? Он говорит, ребята, мы на Руси этими роботами три века пользуемся. А нам говорят, впервые в 20-м веке кто-то что-то сказал, написал и так далее. А робот Золотая Баба. Таких, оказывается, тоже официально было три. И они известны еще с 800-го года. Как насчет вам предсказания будущего? Как вообще управление мыслью, как у греческих античных источников точно такие же роботы? Так, ну это все есть уже он сколько, как говорится, используйте, применяйте, сами изучайте, добавляйте. А Яков Брюс, там говорят, библиотека Ивана Грозного потеряна. А Яков Брюс по библиотеке создал такого же управляемого робота. Вообще без проблем. Вот они эти свидетельства, кстати, не наши свидетельства, а купца Йохана Вема, там, они нашли в своих архивах, там, скандинавы, и описывают про роботы, как они управлялись. Вот откуда появилось выражение Йохан и Бабай, да? Сто процентов. Так, ну, так это все открытый источник. Я же говорю, ну какие роботы на управлениях мыслью во времена Ивана Грозного? А Грозный говорит, вы знаете, они три века уже у нас служат, там, а рядом ракеты космические запускают. Я уже молчу про летающие аппараты, которые там тоже массово... Вы знаете вообще, как была выиграна Куликовская битва? Ладно, бог с ней, где она там происходила? Вот в ракетных технологиях. Прочитайте, прочитайте летописи, поддельные, не поддельные. Знаете, как выиграли Куликовскую битву? Они выиграли ее с помощью вертолетов, потому что по описанию тех же самых летописей, так называемые русские полки, хотя с обоих сторон люди одинаково одеты, одинаково выглядят, но одни их называют русскими полками, другие могола-тартары, хотя они одни и те же. Так, вот русские полки, они проиграли фактически бой. Они уже готовы были отступить, там, ополчение разбежалось. И тут воеводы рассказывают, что вылетают непонятно откуда небесные, так называемые, защитники. И начинают применение ракетного оружия массово, расстреливая конницу с высоты. Конница татаро-монгол, тех же русичей, только без религиозного оттенка. Она несет огромные потери и вынуждена отступить. Вот так они победили в Куликовской битве, так называемой. А она разве была, да? Ну, была, не была, но, по крайней мере, это отличается от того, что какой-то засадный полк откуда-то вылетел. Этот засадный полк, оказывается, стрелял с неба неуправляемыми ракетами. Вот как победили в Куликовской битве. А где она была, когда, это уже другой вопрос. Так что, я уже молчу, а кто из вас знает, что же роботы при Иване Грозном были? При Петре был создан такой же робот, который умел говорить, ходить, предсказывали будущее. Ну, где эти технологии? Ну, все же дикие были. Вот вам, так таких технологий масса. Если бы это было там одно видео, другое, они массово, массово идут. У нас сколько городов пропало в 16 веке в Сибири и по всему миру? Да массово их пропало. А Виманика Шастра о гигантских количествах типов летательных аппаратов. Ну, вот она, эта Виманика Шастра. Я думаю, каждый уже на своем канале ее рассмотрел, показал. Так там технологии, они опережают наши, опять же, на много-много-много лет. Ну, так это все же на виду. Ну, так а где это в учебниках истории, прошлого? Почему это не расследуется, не обращает наука на это внимание? Неудобно, поэтому и не обращают. Все это на виду, все это нужно находить, доставать, как и мелкие технологии, так и крупные. И все это будет, будем рассматривать, доказывать, доставать. Уже мы молчим про высокие технологии обработки камня, которых вот, тут их навалом просто, просто всего навалом. Просто генетические технологии, энергетические технологии. Все это было совершенно в недавнем прошлом. Так что, такие вот дела. Давайте искать, находить и распространять. Наша настоящая законсервирована. Спасибо, спасибо, интересный рассказ. Ладно, действительно, давайте заканчивать. Пусть будет такой недолгий стрим. Надо просто нам почаще завести традицию, вот как мы раньше собирались, да, когда-то. Сейчас в последнее время мы пропустили. Хотя вот... Да мы уже, наверное, около года этим не занимаемся, да, Ведегор? С глобальным вопросом, они постоянно, у них стримы идут, кстати, чуть ли не каждый день, почти, молодцы. И надо остальным нам тоже подтягиваться, как бы, ну, хоть там, может, раз в пару недель, или раз в недельку, вот, собираться, может быть, делать трансляции все вместе. Это так живенько получается, и, мне кажется, интереснее для зрителя, когда нас побольше собирается. Ладно, на этом все. Всех благодарю, и тогда вы там прощайтесь тоже. Потом выключаем. Так что, друзья, подписывайтесь на вышеуказанные каналы. Очень много интересного, хороших исследований. А выбирать, естественно, вам, какую версию, какую теорию принимать, какую не принимать. В любом ключе мы, я думаю, все присоединятся. Мы вас, дорогие зрители, уважаем. И до скорых встреч. Всех вам благ. Первый блин никому. Добра. Ну, я просто всем скажу спасибо большое и всего доброго. До свидания, света и любви всем. Да, тоже всем до свидания, добра, света и знаний. Ну, в принципе, можно отключаться. Отключаемся. Ну, Жень, а ваш, Штирлиц, я попрошу остаться. Так, сейчас переключимся на наш. Так, друзья, ну, я думаю, вы не против, если мы еще полчасика с вами побудем. Попробуем. Немножко проанализировать. Вышесказанное хотя бы. Так, Женя, бери трубочку. Алло. Жень, ты еще не выключил стрим? Выключил, но я его заново сейчас запущу. Давай, давай. Андрей Бобров, это не Женя, это Роман. Глобальный вопрос. Так, слушай, как назвать-то? А я не знаю, я стрим еще не выключил. Ладно, тогда сделаем проще. Я сейчас просто... О чем хочу, Жень? Действительно, друзья, мы немножко буквально побудем с вами. Так как, я думаю, стрим был нормальным. Потому что разные мнения, они тоже имеют место. Каждый имеет полное право его высказывать. Так, здесь я выключаю. Так, что у нас? Так, 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 секунду. У меня где-то здесь закладочки были. Так, и как мы его назовем, о чем поговорим? Так. Пугающее медицинское оборудование. Вот то, что мы вчера смотрели, встречаем. Пугающее. Так, подожди. Медицинское оборудование. Прошлого. Ну, наверное, только об этом поговорим-то. Да, конечно. Так, необычный... Часть... Часть... Ча-ча-ча-часть... Не-не-не, это я так называю. Ну, давайте подождем, как Евгений запустит второй стрим у себя на канале. Так, да, сейчас... А ты уже приготовил, да? Да, я уже открыл. Сейчас я тебе просто сразу демонстрацию включу. Ну, у меня-то, в принципе, быстрее работает компьютер. Да что ж такое? Куда меня несет? Блин, не то нажимаю постоянно. Так, начинаю. Так... Канал ГМО, привет! Кстати, молодой канал, можете переходить, подписываться. Интересные очень видео делают. Прикольные, кстати. Как бы это сказать? Они неординарные, не похожие ни на что. Ха, предлагаю название с миру по нитке. Голому одежка. С миру по тысяче. Предлагаю. С Нила по Моисею, елки-палки. Так, ждем запуска трансляции. Ты представляешь, мне жена три кружки чая поставила, я их все уже выпил. А я выпил и кофе хорошее, и вкусный чай, и все выпил. Так что, друзья, кстати, два часа мы с вами побыли, да? Два даже с небольшим. Налейте себе чайку, возьмите вкусную булочку или конфетки, кто что любит. Может быть, печеньки. Сейчас я забыл включить себя. Как говорится, морду лица. Друзья, всем привет еще раз. Как вы просили, в принципе, и Роман солидарен со мной сейчас. Мы продолжаем наш разговор. Так, секундочку. Стрим сейчас. Спасибо, Святой Иуда. Благодарю. Приятно. Вы могли бы сообщения, кстати, написать. Я бы послушал, как этот дядька разговаривает, который читает эти сообщения, и вы бы услышали. Святой Иуда, интересно. Кстати, на самом деле, Иуд было два. Один, которого считали предатель, а другой, который другой. Да, который другой. Ну что, давайте начну зачитывать. Ты нажал уже на кнопочку, Жень? Так, в эфире, вы в эфире. Друзья, мы продолжаем. Сейчас Роман будет показывать вам интереснейшие вещи. Так, ну что, начнем читать. Так, 1679, видимо, год, 15. Так, эти снимки из прошлого, ну, это явно не снимки 1679-го. Эти снимки из прошлого внушают страх. Представьте на секунду, что вместо тех медицинских аппаратов, которые мы привыкли видеть, когда приходим лечить зубы или делать рентген, остались эти допотопные машины. Они больше похожи на зловещее оружие, чем на оборудование для лечения. Прикольно, да? Вот о чем мы и говорили. Сейчас, секундочку. И будет сейчас описание. Вы заметили вообще, как оборудование устроено? Просто какая-то пластина, да, стекло или еще что-то в этом духе. И вот, пожалуйста, сразу все видно. Сразу, не надо снимки делать, ничего, да, я так понимаю. USB что именно? Ростик, напиши. Есть USB нормальный лишний на время. Так, это рентгенограмма грудной клетки в Париже в 1914 году. Ничего себе так технология для 14-го года, да, для начала 20-го века. Вот об этой кабиночке я и говорил. У нас таких сейчас нет. Даже кабиночек-то. Я тут... Идешь, фоткаешься, тебе потом делают этот снимок, блин, да. Не все так сразу, как говорится. А тут на тебе, вон. Открыл и видишь, блин. Где ребрышки, где позвоночник. Слушай, а можно как-то приблизить чуть-чуть вот этот? Мне интересно, что сбоку слева и вообще как выглядит кабиночка. Сбоку слева? Ну, вот она как. Вот это ты имеешь в виду, да? Да, вот смотри, слева такая штукенция. Смотри. Что это? Даже не знаю. Вообще. Ой, спасибо, Святой Иуда, еще раз. Благодарю вас. Во, уже почти... Считай, ровный счет уже добили. Считай, пятерочка уже. Это, в принципе, деньги, которые я собираю. Они идут и на поездки. Ну, сейчас лето наступает, в самый раз. Я вообще хочу на Азов поехать. Сколько там всего интересного подзаснять. Опять же, я немножко учусь и в видеоредакторе уже. Более-менее уже видео начали выходить. А то я все картинки налаживал до картинки. Правильно говорят многие диванные исследователи. Выезжаешь, видишь все это своими глазами. Это совершенно все другое. Так. И часть денег, в принципе, пойдет на добросборки. То есть, собираем компьютеры. Отдаем многодетным, тем, кто нуждается. Честно говорю, те, которые бухают, я таким матерям ничего давать как бы не буду. Тут вообще самый момент задуматься о будущем детей в таких семьях. А вот нормальные, добросовестные, порядочные женщины, им будет оказана помощь. Даже если есть вещи. Есть группа ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Можете присоединяться. Писать сообщения. Кто что может отдать. Там детские вещи или еще что. Кому не жалко. И вообще было предложение от подписчицы, чтобы создать группу ВКонтакте по типу «Ты мне, я тебя». Чтобы были нуждающиеся и были те, кто может. Так что поддерживайте, если ставьте плюсики. Ну, а мы дальше продолжаем. Интересная конструкция, конечно. Что-то висит, какой-то грузик, может быть. Нет, ну вот смотри. Вот смотри. Вот видишь. Получается, перед оператором, вот этим врач, да, такой усатый, экранчик, на котором в реальном времени, вот там человек стоит, видно, все видно. Не то, что снимок, который там сейчас, конечно, на компьютере сразу запечатают, тебе тут же отдадут. Не как раньше нужно было ждать, там, пока его проявят, там, через какое-то время. А тут вообще ничего не надо делать, он просто смотрит и сразу все видит. Вот где сейчас есть такие рентген-беседочки? Я по-другому скажу. На какой стадии развития мы сейчас находимся? Ну, наверное, по Дарвину. В каменный век опустились, когда знаний еще мало. Так, Дэн Ли пишет. Всем привет, я сделал видео на моем канале, выложил про античный Тобольск. Посмотрите, пожалуйста, может, вам будет полезно для ваших видео. Добра всем. Вам тоже добра. Благодарю. Я обязательно потом пересмотрю чат и перейду на ваш канал. И, друзья, советую тоже присоединяться. Так что, продолжаем? Дальше веселее. Дальше будет веселее. Так, источник. Рентгеновские машины были опасны, ведь изначально они должным образом не защищали от радиации ни пациента, ни врача. 19 век радиации, друзья. Дальше. Кислородная маска для новорожденного в Берлине. 1939 год. Технологии. Блин, и что потом произошло, да? С Берлином. Куда все делось? Война началась. Отсюда мораль. Для чего нужны войны? Для того, чтобы все скатить обратно. Так, подожди, сказали на нос врача, обратите внимание. Ну, нос, усы. А где его нос-то? Я его не вижу. Ну, он такой поднятый. Кусочек торчит на нос и усы, и все. Не, ну, прикольная картинка, конечно. Ну, там есть ссылочки на источник. Кстати, давайте вот что сделаем. Я сейчас возьму это и... Мне тут некоторые пишут, и не помню кто. Там есть ссылочки на источник. Типа, это все фотомонтаж того времени. Так, друзья, я ссылочку на этот сайт скинул. Сейчас, Жень, тебе тоже кину в чат. На самом деле, конечно, очень удобно. Что называется, относить все к фотомонтажу. Интересно, на чем мы уже там все монтировали? Такой классный фотомонтаж. Многие люди думают, что сейчас такой монтаж делают. Относить все. Ну, вот это более и более реально, но опять же, это надо доказать. Так, друзья, ссылочку скинул Жене в чат и себе в чат. Обратите внимание, вот здесь есть фильтр, я его сейчас уберу, где написано... У вас у всех наверняка так написано, как говорится, из коробки. Интересные сообщения. Нажимаем, ставим чат. Видны все сообщения. Все, все ссылочки видны. Поэтому, если вы, друзья, кидаете ссылочки, их не видно. Это не потому, что кто-то их запрещает, а потому, что именно чат так настроен. И в первую очередь, он у вас так настроен. Молот Великана, общий стрим прошел. Двигаемся дальше. Да, друзья, кто пропустил общий стрим альтернативщиков, он, в принципе, должен у меня появиться уже в списке. Потому что сейчас я запустил другой стрим. А у Романа, по-моему, продолжается тот же самый. Да, мы так и продолжаем. А, ну, все, да. Так, ну, это вот кислородная маска, Германия, 1939 год. Так, подачу кислорода сложно было регулировать. Поэтому можно было переборщить, чем вызвать отклонения в развитии младенца. Это вот по поводу того, что они типа были несовершенны. Вот я поражаюсь, видя все эти устройства. Ну, конечно, про это я не знаю, как можно сказать. Но про остальные там, которые выше были показаны, надо их тоже сейчас еще рассмотреть. Можно сказать, все-таки немножко по-другому, а не то, что здесь написано. Вот это вот прочитай, пожалуйста. Ингалятор для лечения простуды 1929 года. Это, друзья, небулайзер, который сейчас продаются маленький, лет 10 назад были побольше. Получается, прошлогодний, прошлой цивилизации, можно так сказать. Почему? Потому что после войны цивилизация тоже изменилась целиком. У меня нет слов. Спасибо, милая, вам тоже доброго часа. Пишет, это электронная сигарета. Под электричеством эта игрушечка такая. И вот время идет. Кстати, я думаю, те, кто рожден в СССР, еще помнят, наверное, в поликлиниках такая же штукенция стояла. Да, приходишь и дышишь. Ингалятор. Я помню кабинет физиотерапии. Там все время пахло озоном. Причем заходишь, там прям яркий такой запах сразу. Всякие электрофорезы, магниты и так далее. У ВВЧ. 1913 год. Анестезиолог с машиной, анестезирующий. Так вот перекрутишь нафиг и все, и потерял пациента. Почему на стриме нет председателя? Пишет. Ну, председатель не смог. Его, кстати, приглашали. Ну, Джон Коннор нам пообещал хоть на один стрим его вытащить. Так что будем ждать результатов его стараний. Производство вакцины США 1917 год. Давайте немножечко вспомним историю происхождения пенициллина. В каких 40-х годах 20 века его изобрели. Вот как его изобрели, начали солдат лечить нормально. Так получается. Так, где тут открытие выражения? А тут у нас показывают США 1917 год. Так они уже с вакциной фигачат. Интересная несостыковочка. Да, получается, что где-то вакцинация уже происходила. Где-то химики по полной программе работали. А где-то даже пенициллина не было. Самого простейшего. Пробирочки и все что угодно. Идем дальше. Так, а то тот год я не вижу. Года нет. Машина рентгена. Аппарат я говорил. Что это такое? Тут даже и не дописано. С поворачивающимися что? Чем? Рентген. Ничего себе. Тоже видно, наверное, первая половина 20 века. Может 30-е годы. Будем так. О рентгенологах в защитной маске. 1934 год. О, какой, блин, полусварщик, да? Да, реально сварщик. Так, рентгеновские технологии развивались быстро. Но все аппараты имели внушительный размер. И так делали снимок челюсти для стоматологии. 1932 год. О, технологии, да? Какие? А тут я не знаю для чего. На выставках показывали различные изобретения в области медицины. На фото также рентген для стоматологов. Ну, зуб. То есть, делают рентген фотографии зуба. Или, допустим, части полости рта. То есть, ну, части зубов некоторых. То есть, могут сделать полный снимок рта. Ну, то есть, всех зубов, чтобы все корни смотреть. А тут видно, что можно сделать рентген, ну, чтобы увидеть, что там с зубом. Например, с одним. Так что вполне, да. Ну, это технологии. Они же были. Они присутствовали. А нам сейчас говорят, мы живем в эпоху высоких технологий. Какие нафиг что-то, да? Зубы снимали рентгеном. Что сейчас зубы рентгеном снимают? Ну, подумаешь, другая коробочка теперь. Что изменилось-то, да? Ничего вообще не изменилось. Машина для кобальтовой терапии. Изобретена в 1953 году. Хотя, кто знает, когда что было изобретено. Да кто ее изобрел-то? Все использует, что было. Предназначалась для терапии различных заболеваний, в том числе рака. Однако, тогда трудно было контролировать объемы радиации. Поэтому лечение зачастую приносило больше вреда, чем пользы. Следующая фотография. Лечение злокачественных образований с помощью компрессоров с радием. 1905 год. Радиоактивные такие. Компрессоры. Были ли химтрейлы в то время? А кто знает. Эти химтрейлы... Вот Юрий Тимовский сейчас потихоньку собирает видео по поводу химтрейлов. Он съемки делает. Как только пролетят самолеты, набегают тучи. Пролетели самолеты, набегают тучи. Уж не так ли у нас все-таки контролируют природные явления? Как вы думаете? Так. Аппарат для лечения рака. Я вот чуть-чуть вот так подниму. И быстро потом. Тут год, кстати, не написан. Так. Рентгеновское оборудование мощностью 1 миллион 4 тысячи вольт. В лаборатории Национального бюро стандарта в Вашингтоне, округ Колумбия, 1946 год. Ничего себе, так установочка. Пока не убирай. Сейчас мне нужно просят ссылочку на канал Макаров Данила. Куда я буду видео выкладывать еще. Ну вот. То, что я обещал. Мило, я выкладывал... Да, вот. Пожалуйста, принимайте ссылку. Там тоже есть видео про Нотердам. Про НЛО-инспектору Нотердам. Который я там нашел. Поднимался вверх. Так что заходите, смотрите. Там тоже уже есть ролики интересные. Так, Женя. Две минуты расскажи. Я сейчас чай налью еще. Да, конечно. В общем, друзья. Я стал выкладывать видео не только на второй свой канал. Анти-ворлд. Он назывался сначала Антик-ворлд. Два слова. А теперь он называется Анти-ворлд. Я сейчас его тоже вам пришлю. Так, где он? Вот. Нотердам в огне. Спасибо. Сейчас вам пришлю ссылку на второй канал, который называется Анти-ворлд. Одно слово. То есть переводится по-другому. Анти-мир, другой мир. Я так решил назвать все-таки. Тот назывался Античный мир, а тут я назвал Анти-мир. Противоположный мир, другой мир. Вот, пожалуйста, принимайте ссылку. Там тоже, там еще больше интересных видео, потому что я изначально туда их выкладывал. Материалов, Савва, Савва, материалов пока что хватит. Пока не добавляйте, а то я запутаюсь. У меня и так их уже много. В общем, заходите, смотрите, как я и обещал, да, будет видео про облако. И там еще одно НЛО увидите. Не обращайте внимания на качество. Я буду использовать скачанный стрим прямо с варварки. А там, понимаете, что я вел трансляцию с телефона, и там у меня почему-то разрешение было плохое. То есть, как бы, родные инструменты Ютуба, которые позволяют вести стрим с телефона, не дают сделать возможность большее разрешение. Я не знаю, как там разобраться. Скорее всего, нужно стороннее приложение. Типа там какой-нибудь StreamLab. Вот, какой-нибудь там. Так что, ну там все будет видно. Даже при плохом качестве я сделал нарезку из этого стрима. Кто хочет, сами заходите, смотрите. Называется прямо с варварки. Заходите, смотрите, там все сами увидите. Если вы глазастые. Так, ну что, дальше продолжаем? Да, все, теперь смотрим супертехнологии. Наши любимые занятия просматривать суперхрени. Суперхрень, да, называется. Электрические ванны 1910 года. Ништяк. Извините, как будто он на толчке сидит. И руки с ногами сразу моет, да? Не знаю, у меня такая ассоциация. Фу, как некультурно жить. Даже помещение соответствует. Так. Так, что, полистаем микроскопические жилые экокапсулы. Выжили. На, вышли. Ух ты. Обитатели человеческих зоопарков. Блин, по-моему, это нельзя показывать. У меня-то облакировали. Нет, лучше не надо. Ай-яй-яй. Что еще у меня тут было интересное? Да я же говорю, постоянно, периодически. Так. Это что у нас? Елена Крючкова, спасибо за подписку на «Антимир». Кто желает, можете и на Макаров Данила подписаться тоже. Ну, решил так поддерживать эти каналы. Особенно «Антимир», да, второй типа. Второй, ну, не запасной, а второй канал. Почему? Потому что там я выкладываю все то, что обычно не в формате моего основного канала. Особенно конспирология. Да, я все-таки... Все-таки считаю, что для конспирологических тем нужен отдельный канал. Женя, если можешь, давай попробуем Илью сейчас присоединить. Или как, Илья, может быть? Да, пожалуйста. Если он сейчас здесь. Да, давай. Где у нас Илья? Вот сейчас он нам... Во-во-во, сейчас мы его присоединим. Где Илья добавить? Тут по его теме, как раз у меня в группе в канале «Глобальный вопрос». Вот канал. У кого есть желание, кто не подписан, заходите, подписывайтесь. Тут тоже много интересных ссылочек скидывают. Пока маловато, около двухсот. Илья, привет. Ку-ку. И тебе ку-ку. Добрый человек. У нас стрим продолжается. Мы стойкие оловянные солдатики. В общем, Илья, я сейчас делаю демонстрацию экрана. У тебя ее видно? Я вижу страничку ВК. Отлично. Давай расскажем об этом. Что вот это может быть? И как это сделано? А, замечательно. Это как раз, скорее всего, из видео про Вин Махан или просто частные фото чьи-то? Ну, это понятно. Храм в Индии. Там очень много таких храмов. Но о чем никто не говорит, то что, помимо того, что это явно машинная обработка в современном видении. Это машинная обработка. Вы уже наверняка это сказали. Никто не говорит, что эти колонны звучат, как и весь храм, в общем-то. И об этом есть у Провина видео. Ну, это Wonderful Travel Videos. Есть такой канал у Индуса. Немножко. Студия Альмакона его переводит. Ну, и он там тоже начал говорить о том, что очень много звучащих камней, которые звучат. Секундочку, Илья. Мышь серая, огромное спасибо. Продолжай. Мышь серая, спасибо. И от меня за замечательный коммент. Первый из комментов в видео «Мир, который мы потеряли». Мышка, все будет хорошо. Нескоро она будет. Итак, это колонны, на мой взгляд, как сделаны, даже не важно, важно для чего они сделаны. Мы видим тут слои. Можно думать, что это как бы некий такой ткацкий станок был для перетягивания чего-то, для вытягивания, возможно, проводов и так далее. Но мое мнение, что это все-таки резонаторы, тут такие вот резонаторные контуры идут. Звук, вот волна поднимается и следует форме. И таким образом трансформируются. И они на определенном расстоянии друг от друга. И для определенной цели. Я думаю, что это звуковые вибрационные технологии, а эти колонны просто проводники. Вот этих вот, это трансформаторы по Ишкардину, это такие умножители частоты. Они либо в виде усеченного конуса пирамидки, как вот тут на Хамоне, либо тут вот, ну, в пирамиде Хеопса, понятно, камера цариц, так называемая. Это такая пирамида усеченная. Как бы антенна такая есть, усеченная антенна, как бы сказать-то, забыл. Ну, в общем, как ступеньки. Треугольник, как ступеньки. И антенна есть такая, коническая антенна, на такой же форме. И здесь вот на Махавихаре такая же есть треугольная форма, такая, прозвонка. Это как так называемый курган царей в Крыму есть такой. И здесь то же самое. Та же самая цель, немножко другое исполнение. Техническое исполнение другое, но цель та же самая. Это немножко изменить частоту. Идет вот частота снизу, и затем трансформируется на, с помощью определенной формы. И когда вибрация идет снизу, и она затем передается и раздается с помощью вот этих вот кругов волнистых. Это всего лишь моя теория. Илья, тут целых три версии уже появилось. Андрей Бобров пишет, похоже на ротор генератора. Вторая версия. Дмитрий Супов, изоляторы это. Третья версия. Николай Питерский, похож на резонатор высоковольтной линии. Вот-вот, резонатор. Я не знаю, что такое высоковольтная линия и резонатор, но резонатор однозначно. То, что энергия передавалась иначе, без проводов, это точно. Поэтому речь идет скорее о волноводе. Но почему они так вот менялись, это именно с одной в другой. То, что не крутилось, ничего понятно. Потому что основания квадратные и они зафиксированы четко. То есть, первая версия отпадает однозначно. Никакой это не ротор. Но это некий трансформатор. Да, но трансформировалась вибрация, звук. Опять же, звуковые изонансные технологии. Переходим на следующую картинку, да? Давай. Вот они как все выглядят. Слушай, ну это вообще круто. И вот мне интересно, это выливалось или это точилось? Что вообще это могло быть? Вот в этом же храме есть наверху некие купола, которые выглядят как динамики. Динамики внутрь. То есть, сверху шел сигнал, волна, и она передавалась вниз. И наоборот, вверх-вниз. И вот посмотрите. Это именно вот резонатор. Да, версия с резонаторами. На разных частотах, на разных высотах. Она мне очень импонирует. Мне даже порой кажется, что такие вещи имели вращательный момент тоже. Не знаю почему. Может быть, энергия вокруг них, да. Но посмотри, вот как тут. И вот эти конусы, они специально сделаны. Вот есть возле железного столба, есть такой в Индии, есть большой такой столб. И там точно такие же угловые камни. Только вот такой же столб практически, но более высокий. Углы они излучали. С них стекала буквально энергия. Смотри, Илья, добавлю к этой теме комментарий Павел Ключников. Да, парень правильный путь выбрал. Это скорее не резонаторы, а ловушки, гасители резонансов. Ну, в этом тоже есть правда, ведь ты же об этом говорил, что волна гасится вот на таких гофросистемах. То есть она не то, что гасится, она выравнивается фронт волны. То есть получается частота равнится. Мы же серые, огромное спасибо за 100 рублей. Огромное спасибо. Так, и вот, да, продолжая эту тему, да, как вот ты думаешь, именно вот эта колонна могла ли такие тоже функции иметь? Выравнивать фронт волны, то есть чистка частоты, так скажем. Я тут отвечу на комментарий. Фильтр. Коломан Александр. Тут ничего страшного нет. Как сказала великий врач российского телевидения, это норма. Я там комментарии озвучивать не буду. Почитайте по Ишкардину, по его теории. Чем являются такие вот полуны, волноводы и прочее. Это и умножители частоты, и фильтры, и делители частоты, и резонансный код. То есть они сводят две частоты в одно место, и получается усиление, огромное усиление в десятки раз сигнала. Это, да, реальность. Это все термины, которые нам предстоит изучить. Интересуются, это точно монолит с основой? С основой, не с основой, а с основой. Ель сосна. Нет, я имею в виду, это точно монолит, вот человек спрашивает. Но явно не конструктор лего. Какие еще варианты? Слушай, такое впечатление. Либо конструктор лего, либо монолит. Сложено друг на друга, да, как будто, посмотри. Слушай, какая фигня, блин. Хорошо. Это же как все это делать надо было. Но кольца-то все равно монолитные. Верно? Да. Это камень же. Ой, вообще красота. Красотища. Смотри, с рисунками. И тоже вот наподобие такого же все стоит. Николай Питерский. Его приглашали. Ну, видимо, не захотел человек. Кого приглашали? Не скажу, чтобы ты не это самое не бомбил. А, да, друзья. Не надо, не надо. Приглашали всех, в том числе и того самого, кого имя лучше не упоминать, потому что оно... В общем, ну, как в Гарри Поттере. На ночь не надо. На ночь не надо. Смотрите, огромные каменные, качественные динамики. Камень очень классно звучит. Вот тут частично видно. На потолке. А еще не забываем такие моменты, как не то, что даже какие-то химические свойства. Да, вот камень уже... Какие-то породы, они состоят из разных соединений. Таких настолько хитрых. Да, вот магматические всякие породы. Там очень часто встречается, допустим, гранит. Да, он имеет хорошие, не то что резонансные даже свойства, а еще и магнитные какие-то. Акустические и энергопроводящие. И есть видео, где показано, что часть этих колонн висит в воздухе. Там чуть-чуть уголок опирается. Для чего? Чтобы свободно они вибрировали. Для резонанса, для вибраций. Колонны подвешены заверх. Они не опоры. Несущими являются. Ну, может быть, там каждая пятая. Есть у того... Видите, у того же Провина. Посмотрите. Они свободно висят для вибраций. Вот это, кстати, я не знал, правда. Святой Иуда, вы правы. Есть, есть. Одеялко он там прям под ткань, под колонну протаскивает. Есть. Посмотри, кстати, интересно. Вот это я не знал, но я охотно поддерживаю, что это так. Потому что действительно, если бы она была заземлена, она бы уже не так могла, что называется, создавать вибрации внутри волновода. То есть, она сама по себе вся волновод. Слушай, интересно, надо посмотреть. Есть еще видео у нескольких следователей у того же Провина. Он звучит. Звучат вот эти вот камни. Все они ходят там и стучат по молоточкам, по статуям, по всем. Это именно особенный камень. Вот это следующее видео, где он там цепь рассматривает. Цепь из камня сделанная. И она тоже звучит. Посмотрите, я рекомендую. Wonderful Travel Video с этим индусом. Илья, а тут еще добавлю. Не вот это то, что сейчас здесь показывает Роман, а есть видео, там колонны поменьше, и они вот как вот звучат, настроены на разные ноты. Прямо внутри как будто полые. Они так сделаны, чтобы именно каждая была настроена на свою ноту. Но технология та же, только есть органы, они везде были, даже на кораблях, потому что звуком, направляя звук, резонансом энергии направляли. Органы были везде. И в домах, и в костелах, и на кораблях даже, и во всех промышленных выставках первых, которые сгорели. Везде органы были. А здесь то же самое, только в каменном исполнении. Но принцип тот же самый. Да, да, я согласен с этим. Дмитрий Исупов пишет, сколько вольных каменщиков надо было. Я вообще эту картинку представляю. Толпа такая разъяренных каменщиков. В одной руке, короче, кирпич, в другой мастерок, в зубах, короче, я не знаю, что там, мешок с цементом. И на поясе пистоль привязан, короче, самострел. Они все в фартуках, в перчатках белых, да. И исключительно молотками. Все молотками буквально стучат. Вот каждый вот этот вот завиточек, они буквально молотками. С именем этого Аданирама или как там его припосвящении. Это хвост, смотри. Слушай, блин, львиный хвост, спереди лев, да. Так получается, смотри. Да, морда впереди. Обязательно розетка должна быть, да? Это не розетка, это антенна Вивальдис излучать. Понятно, я имею в виду, что вот такие цветочки на стенах, да, которые на стенах именно находятся. Их же тоже называют розетками, правильно? Розеточки. Отсюда и пошла розетка настенная. Ну, то есть, функционал, вернее, как сказать, название с подразумеванием функционала перешло. А нам же не говорят, что вот такие вещи на стенах, да, которые были, что они принимали, передавали. Как-то так. Очень интересно, в принципе. Еще раз повторяю, у меня тут спрашивают. У Ильи какой канал? У Ильи канал Цельнозор. Но у тебя же еще есть канал, ну, это, заграничный, как-то там Global Vision, да, по-моему? Илья? Да, но я думаю, для присутствующей здесь публики это более важен Цельнозор. Ну, да, Цельнозор. Да, 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 я сейчас все сделаю. Вот такой значок. Вы сразу узнаете этот канал по значку. И как бы, да, это вот именно канал Ильи. Так что переходите. Все, кто еще не знал, вот кто спрашивает сейчас. Так, Жень, я у тебя скидываю. Да, а я сейчас туда... И следом у меня скину. Так, ссылочка есть. У меня ссылочка есть. Отдобрил. А, одобренец какой. Вот точно такие же резонансные звуковые технологии. Здесь я вчера в Непале бегал по Катманду, замерял магнитное поле при ударе в колокол. Я сделаю видео. Просто не знаю, когда, потому что материала столько, что еще работать иногда нужно. Илья, а ты чем замерял, если не секрет? А, магнитометр в айфоне. Я понимаю, что это херовый инструментарий, но, тем не менее, какой был. Ну, вот в подтверждении теории Джона Килли, что вот он сделал на звуке моторчик, который работал, я понимаю, как он сделал. Потому что колокол образует стоячую волну. Это я знал, были исследования. Но то, что при этой стоячей волне, помимо возбуждения эфира, еще появляется магнитное поле, прям скачок видный. И вот я стучал в древние колокола. Они там будут... Отдельное видео по колоколам. Можно даже совместно сделать. Поговорим потом. И там образуется магнитное поле. А где магнитное поле, там энергия. Там электричество. Да, Илья, у меня про колокола... Естественно, это непеременно. Меня про колокола просили тоже эту тему поднять. Так что мы ее, наверное, на следующих стримах поднимем обязательно с тобой. И на стримах тоже. Да. Только буквально сделаю видео. После видео. Да. Вдогонку, чтобы объяснить. Так что, да, друзья, постараемся эту тему обязательно обсудить. То есть, именно колокола будут в начале названия. Смотри, что пишут. Как насчет... Часть звуковых технологий. Снимка камеры в инфракрасном диапазоне. Так, так. Если это зафотографировать ИК-камерой. Надо проводить исследование и объединяться. Да. И снимать звучащий колокол в разных диапазонах, режимах. И замерять все, что от него идет. Это как бы хочется и в планах. Ладно, коллеги, извините. У меня уже просто второй час. И глаза слепаются. Я сегодня прилетел с Непала уставший. Я вынужден откланяться. Спасибо. Хорошо. Доброй ночи. Спасибо за то, что был. Добро. Подписывайтесь на канал Цельнозор. Очень много-много чего интересного. Что касается именно электричества прошлого. Да, друзья. Илья, спасибо за участие. Спокойной ночи. А мы будем дальше с ума сходить и смотреть эти фотографии. Кстати, это выложил Андрей Кирей. Он находится ВКонтакте. Я не знаю. Но человек увлекается. Так, все по кругу пошло. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Гигантские танцоры. Опять же, Андрей Кирей выложил. Мискалера Апачи. 1889 год. Фотография. Катрин Ти Додж. Четыре. Мискалера Апачи. Исполняющие танец Гаан. Горный дух. В котором также участвует клоун. Второй справа. Так. А, вот он. Типа клоун, что ли? Так. Говорите, боги Древнего Египта. А каким образом тогда культом Карго у Апачи еще совсем недавно так точно отображался в головном уборе то самое устройство, что на голове у бога Тота. Бога из Древнего Египта. Я думаю, что это Древний Египет. Древний Египет в скобочках. Еще какие-то 600-700 лет назад очень даже неплохо себя чувствовал. вместе со всем этим своим божественным зверинцем и существ значительно более высокого роста, чем Анты. То есть, Атланты и Электро. Давайте посмотрим. Головной убор. Там дальше будет фоточка. Это бог тот. Может тот, может не тот, да? Интересное у него устройство. Может тот, может не тот. Может этот. И опять же, видишь, система из двух одинаковых вещей, частей устройства. Вот видишь? Или, да-да, вот они соединяются. Причем там даже видна обмоточка. Ну как? Лишь спиральная такая. Может обмотка. Может это просто антенна такая спиральная. Вот, пожалуйста, друзья. А наверху шарик опять. Сверху все увенчивает. И внутри, кстати, шарик. А еще у него, правда, один цилиндр, вот как у фараонов. Только один, да? Почему-то. А где второй? Ну не важно. Не дали. Да, не дали. Второй отняли. Вот цилиндры фараонов, кстати, их свойства изучали и в наше время изучают их. То есть, они состоят из разных металлов или сплавов. Лучше всего, мне кажется, допустим, один золотой, другой серебряный. Или, допустим, один медный, другой из цинка, да? Наверное, все-таки. Или там, не знаю, из какого-нибудь другого металла. И они, кстати, они действительно действуют, эти цилиндры. То есть, их сейчас даже изучают. И они исцеляют. Жень, вопрос задает Коломан Александр. Каким прибором можно увидеть звук? Не услышать, а увидеть. Кстати, мне тоже интересно. Увидеть? Да. Звуковую волну вообще увидеть, я думаю, тоже можно. Да, запросто. Манка. Вы хотите увидеть звук? Подключите бумбокс. Поставьте его, что называется, торцом. Сверху положите какой-нибудь металлический лист, чтобы он не падал. А сверху сыпьте манку и все увидите. Как звук выглядит в разных частотах. Крепости звезды так же точно выглядят, кстати. Да, да, да. Очень многие вещи, вы узнаете, сразу очень похожи. Будут на всякие знакомые. Смотри, у них у всех такая фигня, глянь. На голове. Но нечто похожее, да? Конечно, конечно. Только, естественно, просто повторяет вид. Да, каргакульт. И все. А у главного, видимо, жреца. Видишь, у него другой рогатый такая штука. Как у другого бога египетского. По кругу пошли. Так, ну что у нас тут? Да, кстати, тоже немножко интересно. Кстати, вслушайтесь в само слово строить. С-троить. Это что ж такое мы сстраиваем? Не сомневаюсь, что сооружения в материальном мире, зданий и других объектов. Это лишь видимая часть тройственных действий по объединению в одном объекте трех энергий. И не случайно одна только архитектура удостоилась высшей приставки архи. То есть главной. И слога текто. Помните, тектонический значит принадлежащий движениям и вибрациям нашей планеты. Вот и получается, что архитектура это главные вибрации. Это создание сооружений, резонирующих с вибрациями планеты. А строительство это страивание в одном объекте трех видов энергии. Кстати, зерно здравости в этом есть. Ну, ты знаешь, насчет строить. Я пока, как бы, у меня дойственное мнение такое, что... Может быть, конечно, и можно так вот трактовать. А может быть и нет. Кто-то мне даже говорил, строить, типа, как бы это сказать, закоротить. Как-то что-то с этим связано. Затроил, типа этого. А, затроил, да. Вернее, не стоит, затроил. Типа, закоротил. Давайте троится. Посмотрим. Я думаю, вы знаете, что я дружу еще с Евгением Девятияровым. Это Эльгений. А, Северный воин Эльгений. У него канал. Он говорил о том, что вот, допустим, возьмем... Я думаю, вы тоже это слышали. Наверное, не один раз. Но все же повторю. Электричество. Да? Это Элю тройная честь. К-три-чевство. Да? Это раз. Дальше. Священник. От слова свет вообще, по идее. Я не знаю, насколько исказили, да, вот... Само понятие вообще наших слов. Да и опять же, я вчера на стриме зачитывал указ об изменении вообще букв в русском языке. Получается, что наш самый искаженный язык среди славянского народа. Вот. И многие слова вообще могут даже утерять смысл. И звучать совершенно по-другому. Вот. И теперь о другом. Строительство, да. Страивание возможно. Потому что там действительно несколько энергий. Во-первых, и тот же резонанс, само как энергия. Ну, в принципе, как-то так. Да, и еще, друзья. Вот если я чьи-то комментарии не зачитываю, вы не волнуйтесь. Я все равно потом пересмотрю и перечитаю заново все комментарии. Самое интересное, кстати, выделю. О чем-то задумаюсь даже. Так, что у нас дальше? Так, это от пули снегопада целая. Паша Ульянова написал. Ну, тут вообще круто, да? Здания какие. Это в Германии, да? Или где это? Возможно. Так. Перестиль энд квадрига. Даже понять не могу. Но смотри, что. Это что? В горшочках стоит. Что за растение интересное? И смотри, да, насколько вот архитектура. Да и в Питере такое же есть. Ну, да. И только... Ну, в принципе, высота нормальная, да? Хотя, мне кажется, все-таки даже она могла бы здесь быть еще побольше. Всем, Дэнли. О, Дэнли, благодарю. Благодарю. Поверьте, деньги, куда не надо, не пойдут. Все пойдут в дело, в добро. И... Кстати, еще раз повторю. Особую благодарность хочу Юлии выразить. Если ты смотришь, очень благодарю. И... Довольно, короче, семья вашим компьютером. Девушка прислала сначала системник, потом монитор. И мы этот компьютер чуть-чуть просто подчистили и отдали человеку на пользование. Теперь довольны. Строить 3D-объект. Длина, ширина, высота. А, ну, если так, Шумодан ТВ так мне объясняет. Ну, знаете, что-то в этом есть. То есть, три величины, да? Три, так скажем, величины наших трехмерных проекций, да? Да, что-то в духе. Строить. Ну, конечно же, да. Конечно же, с натягу можно, так сказать. Смотри, НН пишет. Фараон. Фара в Чехии. Фарар. Священнослужитель. Фараон. Свет он. Ну, кто знает исследование Валерия Алексеевича Чудинова, то на самом деле тут идет, опять же, чередование. То есть, это не Фараон, а Хараон. Либо Яраон. Ну, это, да. Хара, а Яра, это уже как бы изначальное название. Яраон. То есть, жрец Бога Яра, служитель Бога Яра. Опять же, солнца, да, света и так далее. В принципе, все рядом. Ну, вот согласитесь, друзья. Если мы возьмем кирпич и заложим нафиг вот это все дело, да? Как вы думаете, получится у нас из этого здания сделать кинотеатр? Я думаю, что запросто. Запросто. Большинство кинотеатров похоже на такие здания. Просто заложены. У кого-то просто круглые, да, колонны. У кого-то квадратные. Ой, ну да, квадратные колонны. Примягу. У кого-то вот такие вот рифленые. О, Дмитрий Исупов. Интересный вопрос. Каменные блоки под стену плача кто положил? Они под тысячу тонн и несколько этажей вниз. Ложили те, кто ложили. Не те, кто пришли. Ну, мне пишут, значит, сейчас скажу. А, лучи света, Большой театр. Да, причем Большой театр не только в Москве, но и в Питере. Там театр тоже есть. Он тоже так же выглядит. Вот, совершенно. И не только театр, а, например, какая-нибудь первая городская больница в Москве. Да, да. Коломан Александр написал. Роман, хотел тебя похвалить. У тебя улучшение интонации и выражение голоса в твоих роликах. Раньше не нравилось. А сейчас да. Друзья, 30-го числа приходите на этот, ну, вот, на тот канал, на котором я сейчас стримлю. Глобальный вопрос. У меня, как говорится, у канала день рождения. Два года с момента первого выхода видео. Но там настолько такая дичь, что я его закрыл. Второе видео на данный момент мне просто тупо жалко удалять больше миллиона просмотров. Там тоже дичь. Мы это всё посмотрим. Посмотрим историю канала, как говорится. Открыт он, конечно, намного раньше. Но, признаюсь честно, и у под Макса Беляева. Под Максом Беляевым, под его видосами, строчил такие дикие комментарии, блин, что аж самому теперь, самому стыдно становится. И у Тимовского, и Кунгурова там пытался что-то навялить. Вот. Но потом решился, взял, сделал первое видео. Первое видео вообще коснулось первой, такой самой главной на тот год темы. Это плоская земля. Я сделал как бы выводы, из-за чего это пошло вообще, откуда появилась такая теория. В общем, я всё свёл к религии. Но, опять же, сказано всё настолько плохо, паршиво. Стыдно аж просто смотреть эти первые видео. Я не знаю. Честно сказать, я сейчас, в последнее время, просто пишу себе, как говорится, текст, и потом его уже зачитываю. Кстати, и смешно становится бывает, и немножко злиться начинаю сам на себя. Бывает, так язык плитык заикаться начинает, что ж смешно. Ну, вообще, спасибо, что вы, как говорится, с нами на протяжении этих лет. Ну, а мы дальше будем продолжать. Так, Жень, ты здесь? Да, я здесь. Ну, давай дальше. Фонтаны. Ну, представляешь, наверняка отсюда вода берётся. Ну, если она здесь есть, ряда, почему бы её отсюда не взять? И, опять же, вопрос, да, фотка старая. Вон, смотри, что у нас тут стоит, стелла какая. Египетская, да? Согласны, что это египетская? И стелла египетская, и какие-то там, и столб, мини-александрийский столб, и всякие какие-то, он, пантеоны, он рядом, да, это слева, пантеон. Ну, давайте представим, внизу осла, короче, который по кругу ходит и накачивает воду. Технологии же, да? Самое смешное, что вот нам на обзор предоставляют всё-таки эти фотографии, да, хотели бы убрать, убрали бы. Либо они сами не понимают, что тут можно догадаться, да, что это же не просто фонтан сделать. Как ты его сделаешь, откуда вода будет подаваться, с каким давлением? Ах, да, водонапорная башня, да? Но в неё же тоже на воду как-то накачать? Допустим. Как ты думаешь, тут была раньше вода, она задумана вообще? Я думаю, что, может быть, не так много, но вообще, как бы, вода вот таким устройством нужна, по сути дела. Хотя, неизвестно, да, тут надо смотреть, что внизу, вот под этими всеми берегами и под мостовыми, да, вот эти, и набережные. Ну, как сказать, я не знаю, как это даже назвать. Это, наверное, в принципе, можно подумать, что это искусственный такой водоёмчик внутри вот этого комплекса, да, он, типа, был задуман как пруд такой внутренний. Может быть, но, опять же, под вопросом, надо смотреть, что внизу там поплавать. Ну, да, что подаёт? Хотя вода, вот если есть фонтан, значит, вода была нужна. Вопрос, так что с формой земли в итоге? Давайте так, форма земли у человека, у любого человека и у каждого человека своя. Кто в каком мире живёт, у того такая земля. Я держусь вообще как-то в стороне от этой темы, стараюсь сильно не приближаться. Пока действительно не увижу ни фейковые фотографии, а настоящие, ну, не знаю. Мы же люди-то какие. Нам надо всё самим увидеть, самим всё пощупать, самим потрогать, самим раскопать, что-то взять. А что там плавает, меня спрашивают? Где луч света? В речушке в этой? Да, в этой, впруде в этом внутреннем. Слоны на черепахах пишут. По телеку врать не будут. Ну и вообще, космонавт-то наш, герой России, что сказал? Это ж каким надо быть идиотом, да? Чтоб типа это самое. Я вот что думаю. Может быть и полёты были. Я это исключать не буду. Допустим, в советское время, может быть, кто-то куда-то и летал, да? Недаром же запускали ракеты. А что сейчас происходит? Ну, кто его знает? Сейчас в нашу эпоху, в эпоху, как говорится, то, чего сейчас творится у нас в стране, да и вообще в мире. Команда строится, нищет верится. Держать строй точкой стройной троицы. Дмитрий, огромное спасибо. Так, что у нас получается? Да, про Землю. Что сейчас у нас происходит? Ну, я считаю, что это большим обманом человечества. Деньги-то официально выделяются. Причём не маленькие, а огромные. И проще, наверное, видеофильм некий сделать, да? Либо что-то создать, нежели запустить ракету в космос. Что дешевле будет? Вот то, что сейчас творится, НАСА, Роскосмос, им я сейчас не верю. А в эпоху своей школы, во время, когда я учился, я очень сильно мечтал быть космонавтом. Наверняка и многие тоже об этом мечтали, да, Женя? Да, как и многие из нас мечтали быть космонавтами. И поэтому разрушать вот это, если это даже иллюзия, я пока её не хочу. Ну, я опять же, я версию такую выдвигал, да, Жень? Ты помнишь, что на стриме? Что вот, ладно, представим, что купол. Ну, во-первых, купол над землёй по-любому есть. Я думаю, все согласятся. Что такое купол? Это плотные слои атмосферы в любом ключе. Правильно? Вот. А что касается, допустим, купола на плоской земле. Вот, допустим, Антарктида вокруг, да? В плоской земле. То есть... И сверху купол. А раз Антарктида замёрзла, то за куполом нам делать нефиг. Купол же тоже, я думаю, передаёт холод. И в воздух поднимаешься вверх, когда вот, да, те же самолёты. Они же льдом покрываются, насколько вы знаете. Там же холодный воздух, трение. Чем выше, тем холоднее. Потом дальше, типа, горячее становится. Но космонавты, по идее, не чувствуют, как нам объясняют эту температуру такую. А у них костюмы специальные. Да что там за костюмы? И волка щьют, которые. Поэтому вот то, что сейчас творится, по-моему, это просто афера. То, что раньше делали, возможно, летали. Гагарин летал один раз, увидел, как всё это выглядит, и слился. Так. Нет, насчёт Гагарин, знаете, неизвестно. Вот, например, то, что в иностранном фильме 90-х годов показывают там кого-то, то ли дочку, да, то ли кого-то, то ли внучку Гагарина показывали. Типа, и она, типа, сидит и говорит, нет, он не летал, отвечает на вопросы. Вы знаете, есть такой момент, что фальсифицировать или там оболгать специально, чтобы умолить наши достижения Советского Союза в космической программе. Да, запросто. Тем более, в 90-е годы, когда всё рухнуло, всем хотелось есть, заплатили денег какой-нибудь актрисе, загримировали её якобы... Ну, то, что она похожа на Гагарина, да. Ну, ты знаешь, я говорю, можно загримировать, можно похожую найти актрису, дать ей сценарий, как и на что отвечать. Всё, заплатить денег, тем более, в 90-е годы, всем хотелось денег, всем хотелось кушать. У нас в стране просто... И запросто сделать фальсификацию такую. Высшие чины, за что не возьмутся, везде почему-то раз в 10 ценники увеличиваются, понимаешь? И поэтому, не исключение, тот же Роскосмос. Понабирали актёров и понеслось. Почему бы нет? Ведь действительно много фейковых видео они выпускают, на самом деле. Вот, извините, что мешает показать полностью вылет, да, за пределы? А то вот показывают, как ракета взлетает с Земли, да, показали. И тут на тебе, бах, компьютерная графика дальше. Со стороны Карсон снимает эту ракету. Всё. Ну да. Я вот о чём говорю. Честно говоря, ну вот что будет толку, если мы узнаем, что Земля плоская? Что дальше? Как жили, так и будем жить. Что-то изменится. Сначала надо это показать как-то и доказать, что она, ну, хотя бы отчасти плоская. А что за этим дальше, да, ну, не показывать или хотя бы они, сказать, что мы сами не знаем. Вот хотя бы это должны показать. И тогда уже как бы начнётся движуха хоть какая-то. Дмитрий Исупов написал. За купол только поезд Ким Чен Ира ездит. Ким Чен Ира. Ну да, корейцы, они же молодцы, они вообще закрыты. Как говорят, рядом с Америкой они, да, находятся в Корее? Не, вы не думайте. Я просматриваю и КТРО смотрю. Мне вообще очень сильно нравится смотреть и слушать Тимовского. Юрий Тимовский, он вообще подкован в любой сфере, куда ни возьми. Ну вот, я, кстати, знаю, что Тимовский, он сейчас стал участвовать в стриме Институт Б, в стримах. А у Института Б они тоже стали частые, даже чаще, чем у нас. Мы никого не переплюнули, нас обогнали. Ну, у меня как бы нет такой гонки вооружения, да, чтобы чистить стримы. Это вот, на этой неделе так получилось, опять же, в связи с новостями, да, вот такими, что Карамола, канал Миллионник, нас отрекламировал. Давайте прям так и говорить, что у нас... Давайте честно говорить, кого-то отрекламировал, кого-то нет, да я, в принципе, и не обиделся. Да, потому что многих он не знал, потому что он всех знать не может. И, скорее всего, у него будет вторая часть, где он покажет других, о ком не рассказал в первом видео про нас, о исследователей. Так что, друзья, будем ждать, наверное, у него выйдет еще одно что-то видео. Сейчас будет нормально. И вот, да, и вот, поэтому на этой неделе получился только стрим. Да, и, в принципе, маленький спойлер сделаю. Те, кто смотрел видео о башне, о мосте или масте, как вообще правильно-то говорить? По мосту. По мосту. По мосту. Уже доделываю, выйдет дополнение. Я еще раз туда прокатился, в Николаевскую. Заснял верх. Я вчера буквально на стриме это показывал. Вот, заснял внутри, как его засыпанную, такой вот короб бетонный. Но, в принципе, я уже показывал фотографию старинную. И видеозапись сделал со стороны, как говорится, почти в том же ракурсе. То есть, куча эта, как была засыпана, вот, то есть, как был засыпан этот бункер, я не знаю, как его назвать. Он так и был в те годы засыпан. Его никто пальцем не трогал. А там, извините меня, технологии, как сейчас, вот, панельные дома у нас строят. То есть, панели, собранные вместе. Там даже есть скобы специально для подъемного моста. Вот, фу, подъемного крана. Ничем технологии не отличаются. И я вообще так задумался, думаю, мы, походу, не то, что на месте стоим, мы назад даже уходим, мы деградируем. Вчера мы с Женей тоже просматривали технологии, да, стрим так и назывался, да, технологии прошлого. Да там вообще, извините меня, будущее. Будущее, которого сейчас у нас нет, до сих пор нет этого будущего. А это, извините меня, сто лет назад было уже. И поезда на монорельсе, и скоростные поезда там вообще футуристичные просто. Они обтекаемые такие, супер. И даже вот эти гироскутеры, думаете, недавно изобрели? Нет. Там вообще гироавтомобили были в то время. Это я читаю чат. Друзья, есть какие-то вопросы, вы можете их писать. Потому что основной наш стрим закончился, где у нас было много, да, сейчас мы играем с Романом. И можете задать вопросы. Так, ну что, немножко дальше пойдем? Да, давай дальше. С фонтанами как бы тоже технологии, ну, простите меня. И вообще, как это все рифмуется? Египетская стелла, тот же, как в Санкт-Петербурге. А, Александрийская колонна, можно сказать, только в миниатюре, да? И античные здания, нормально. Так. Так, что у нас дальше? Ну, вот опять же. Громадное просто, колоссальное здание. В таких зданиях сейчас обычно либо театры, либо библиотеки. Вон, Всемирная библиотека Конгресса. А это не анализ случайно? Не знаю. Не подписано. Похоже, как она. Давай посмотрим. Да, мы ее даже не увеличим. И тут тоже неизвестно, замена надписи была или не была. Ну, технологии, пожалуйста. В те времена далекие, когда люди были вообще лопотниками. Бересту грызли. Так, секундочку. А тут это просто линия или это провод идет внизу? Можешь, как бы, просмотреть вдоль. А, ты знаешь, может быть изгиб фотографии в этом месте быть. Нет, нет, нет. Надо приблизить, посмотреть. Ну уж извини, сейчас попробую. Вот очень интересный момент. Смотри, видишь, он косой, кривоватый. И вот тут вот от света идет. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, она действительно была согнута или еще как. Да, что-то, тут ни к чему этот провод здесь вообще. Как, откуда он идет и куда? Нет, нет, это изгиб фотографии, скорее всего. Это изгиб, ага, да, да. Отлично. Вот тут вот, смотри, как полосами. Слушай, это дорисовывали, блин. Какие тут провода? Куда они тут? Нет, вот они в другом направлении стоят. Вот провода, их видно. А вот это что? Это дорисовывали. Это карандашом, скорее всего. Работали. Вот видно, смотри, это карандаш. Может что-то, смотри, может что-то убирали. Возможно даже убрали, может что-то затирали. Или дорисовать что-то хотели. Которые вверх идут, туда, вдаль, да, вот сверху с этого. То есть, может быть, это, наверное, да. А вот это... А он доработанный карандашиком. Смотри, видно. Я не знаю, друзья, вы видите такое. Какая-то доработка идет. Я на многих фото замечаю вот эти провода, их пририсовывают. То есть, они, ну... Их не... Ну, плюс ко всему, ты посмотри, столбик-то какой. Ну да. Смотри. Ну столбик, да. О-о-о, глянь, крыша какая. И народа, целая куча людей. И пальмы. Смотри, громадина просто зданий. Ну и муравьи рядом. Это за границей. Ну а кто по сравнению с этим зданием? Что это? Плюс еще, давай, еще копнем, наверное. Это же вообще какой размер. Неспроста запретили копать, да, Жень? Они прекрасно понимают, что если люди начнут копать, если не ограничивать в этом, то докопаться можно... Ой-ой-ой, до кого? Там не только мамонты с этими, с кашелотами достанем. И с динозаврами. Наверняка еще какой-нибудь передатчик, телевизор, либо еще что-нибудь. Технологии. Кстати, а у тебя нету сейчас той самой фотки, да, где ты показывал мне какая-то там кракозябра, типа это остров. А, да это, по-моему, все-таки этот, скажем... Нарисовали, да? Да, скорее всего такое. Блин, я поставил вот эту картинку, совместный стрим, у меня теперь все рябое настолько, ничего не вижу, что у меня где находится. А, вот она, кракозябра. Это иллюстрация карты какого-то острова из рассказа Псы Киндала. Кстати, интересный рассказ. По-моему, то ли конец 19 века, то ли начало 20 века. По-моему, это 19 век, потому что там местные европейцы любили употреблять некий такой вот курильный прикол. И вот была написана эта книга именно под этим приколом. Вопрос. Это, наверное, ко мне, да, вопрос? Вот, молот, великана. Евгений. Наталья Лидонер задает вопрос. Наш мир действительно захватили? Ну, судя по тому, да, что даже мы имеем там, даже какие-то фото, панорамы каких-нибудь городов там, старые фото. Ну, очень, очень на то похоже. Другой момент, кто? Вот. И как, ну, и на самом деле, когда? То есть, в середине 19-го или до этого? Что-то. Да, да. Это именно в это время и происходило. И причем, опять же, давайте посмотрим, а кто захватчики? А у кого колонии? Вот я встречный вопрос задам. У Британии? У королевы? И как бы там ни рассказывали, что этим странам дали независимость, у них написано прямым текстом, что последнее слово за королевой. Какая же свобода эта. Вот они и шарахались везде, блин. И в Египет поперлись, и на территории Америки поперлись, и сюда поперлись. А потом мы тут думаем, а кто же? А почему царская семья на французском разговаривала? А почему Александр вообще на немецком разговаривал? А почему они родственники типа с Наполеоном были? Как Наполеон писал. Брат мой, прости, что я первый в Москву зашел. А Александр себе спокойно выплясывал с фаворитками в Санкт-Петербурге. Так, Дмитрий Исупов пишет. Роман, вы смотрели мои ссылки к вчерашнему стриму про фонтан? Да, я смотрел. Интересно. Сегодня скидывал. Там и то самое древнее фотобашня после якобы постройки в 27-м году. Дмитрий, скинь сюда в чат ссылочку. Хорошо? Я прямо сейчас ее и открою. Если что, то и откопаем, то нифига не поймем. Андрей Бобров написал. Представь микросиди у тебя в руках в конце 80-х годов. Ну это да, и флешку тоже есть в руках. Подержать, да, человеку. Когда первые мобильники появились, многие бабушки говорили. Он что, ненормальный сам с собой разговаривает? Я сам лично такое слышал. Спасибо, Дмитрий. Сейчас подождем, когда скинете. А вот тоже, тайна старой башни. Очень интересная тема. Так, что же у нас было? Где-то было, 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 было. Очень много интересного. На, ну тут уже все. Давайте теперь немножко в другое русло уйдем. 18 века давайте посмотрим. Так, где же я это видел? А по-моему отсюда было, да? Эволюция одноколесного. Это, это мы как раз смотрели. О, тут даже водяной был. Лесопед. Вообще, честно говоря, они, наверное, более экономичны были бы. Да и изготавливать их. И продавать. Легче же одно такое собрать, да? Чем 4 колеса на машину сделать. Собрать машину. Такую по полной программе. А тут на тебе, садись, едь. Так, Евгений, ты его отошел? Евгения с нами нет. Так, Андрей Акимов пишет. Вот такой вопрос. Что думаете по теме реальных размеров стран? Там смысл, типа, если перенести на карте экваториальную страну, типа Уганды, на север, то она растянется до размеров Казахстана. Ну и наоборот. Но, смотрите, есть же глобус, да? По глобусу, по идее, должно быть, ну, допустим, одни размеры. Пускай, скажем, что, ну, я не знаю, пусть 20 тысяч километров там Россия, да, длина. Но, опять же, я утрирую. На глобусе, да? А если мы её будем растягивать на ровное, на ровную поверхность, то есть там же округлое всё, то, естественно, страна России станет намного больше. Чтобы это всё, как бы, более-менее симметрично смотрелось. Да-да. И действительно, если вы сами померите в тех же Google-картах или Яндекс-картах, да, это будет именно так. Так, сейчас. Земляне, когда динозавры пропали, фотки с птеродактилями фейк? Да, может и не фейк. Понимаете, я тоже смотрел видео Крымского. И несколько фоток, которые он там показывал. Я не скажу, что я за. Я категорически, честно говоря, против того, что наши деды нас обманывают. Это хороший плевок вообще погибшим в этой войне. Я считаю, что этот человек решил таким образом хайпи себе сделать. Но, к сожалению, он выбрал не тот путь. Фотки действительно глуповатые встречаются. Достаточно глуповатые. Потому что как в Санкт-Петербурге можно... Вот рядом у тебя речка, а ты ломаешь нафиг брусчатку и пытаешься оттуда взять, добыть. Этого я, правда, не пойму. Это да, я знаю. Это место, это Невский проспект, а не Нева, как там где-то было указано. Это никакая не прорубь. Это обычная, что называется, брусчатка дороги. Дорожное покрытие, можно сказать. И каким образом там воду добывают, я не понимаю. Нева там располагается в совершенно другом месте, даже ее каналы. Да, там троллейбусы ходят, там провода троллейбусные. Над добытчиками воды. Но, когда он показывает кадры из хроники, из разных городов, типа вот там разруха, там солдаты ходят, люди идут. И говорит, и это фейк, и это фейк, и это фейк. Ну, так нельзя. Это не позиция исследователя. Ты сначала докажи, что это фейк. Ко всему надо действительно очень серьезно подходить. Это не позиция исследователя. Это просто предвзятое мнение. Поэтому как с ним можно согласиться с этим крымским? Ну, устроил он себе хайп, да, набрал просмотров. А дальше что? Кстати, месяц уже у него видео не выходит. Ну, тут неизвестно. Может быть, тем нету. Может, он занят чем-то. Извините, друзья, я не поддерживаю его творчество. Извините. Кто-то там из вас поддерживает. Это ваше волеизъявление. Ну, тут давай с другой стороны смотреть. Сколько людей, столько и мнений, и каждый имеет право высказывать свое мнение. Ну, правда. Так что... Вот, допустим, взять и заявить. У меня дед дважды был в плену, дважды бежал. Воевал с орденами. Раненый. Он вообще осколок в ноге носил. По-моему, в левой. И получается, он мне тупо нагло врет, согласно этому. Нет, так нельзя подходить. Может быть... Конечно, с этой войной действительно много чего не так. Но люди-то погибали и с той, и с другой стороны. И, честно говоря, это был очень хороший ход со стороны британцев. Ведь британцы спонсировали и одну сторону, и другую сторону. Вы же это сами знаете. То же самое я вот задавался вопросом, да, и спорил даже, ну, спрашивал, типа, как вот, почему красные победили в революции, да, вот в этой, в гражданской там войне? Почему красные и белые, да? Ведь известно, что и тех, и других, в общем-то, западные спонсоры, которых мы знаем хорошо, да, кто они такие, все эти банкиры, они поддерживали и ту сторону, и другую. Это все, это известный, хорошо известный исторический факт. И как бы историки против этого ничего не могут сказать. А вот теперь давайте по факту. Кто проплачивал? Банкиры. Соответственно, кто виноват в войне? Банкиры. Кто платит? И поэтому надо не людей бить, а бить тех, кто платит. И ведь самое-то главное, что ведь и белые могли победить. И получается революцию, да, и вообще власть в стране могли занять белые генералы. Но, видимо, поступило, так скажем, указание от тех, кто платит, что нет, давайте красные выиграют. Ну, решили по плану так сделать. А ведь могло бы все иначе. То есть выиграла бы белая армия, а дальше было бы неизвестно, что. Царя вряд ли было бы. Власть генералов была бы какая-нибудь. Ну, то же самое, система красных комиссаров. А по факту, что вообще произошло? Просто была братоубийственная война, вот и все. Ну, да. Что те славяны-арии, что здесь славяне. Нацелено было на сокращение. Арии, это пахари, елки-палки. Ну, земледельцы. И вот так вот быстро поднять народ, понимаете, только вот Олимпиада, допустим, прошла и началась война. Нет, опять же повторю, у него есть интересные фотографии, которые он показывал. Там ведь действительно похоже, как будто вырезано и наложено, люди наложены. Понимаешь? Вот сейчас фотошоп, сейчас он круче можно сделать, да, такие фотографии. А в то время, в основном, как занимались, даже в 80-е, в 90-е годы как. Вырезали и накладывали. Калаш делали такой. Это возможно было. Вот парочка фотографий меня там заинтересовала. И опять же, глупота вот эта интересная. Ну, если вы, друзья, делаете это, я уже обращаюсь к историкам. Если вы хотите показать историю, ну, напишите, что это реконструкция событий, да. Нет же, это выдают. Дальше очень серьёзный вопрос. Почему немцы не разбомбили Санкт-Петербург? Они же это могли сделать. Так, Дмитрий Исупов, теперь давай напишем. Это 27-й, да, год? 1927 год фото, да, башни? Это точно фото? Ну, похоже на фото. Давай вот так сейчас сделаю. Похоже на фото? Мне больше гравюр напоминает. Может быть, и гравюра, но опять же, давай посмотрим на неё. Закопано. Вход-то гораздо больше был. Выше. Смотри, какие длинные, да, окна. Да, но сверху чё-то ничего нет вот почему-то. Как на фотографии у нас сейчас. Так, у меня башня сохранилась здесь или нет? Не вижу, рябит аж всё. Ну, что же это такое? Так, интересно. Так, вот она, эта башня, куда я ездил. Не знаю, видно вам сейчас всё полностью? Кроме как восстановления, я ничего не вижу. Её просто восстановили. Её никто не строил. Хотели бы построить, вот такого вот ерунды бы не было. А тут, извините меня, и с этой стороны фундаменты зданий, и с этой стороны вот этот вот, не знаю даже, как его назвать, бункер какой-то подземный. Он как был, видите, он закопан. Он в этот момент, в момент съёмки, в начале 20 века был закопан. И он по сей день вот так закопан. Только немножко больше земли сверху стало. И башня сама оказалась вот по это место, получается, она закопана. То есть сейчас я как к окошку подхожу, ну, не знаю, мне по пояс она. Соответственно, вот где-то вот так она закопана. Ну, опять же, видео выйдет на этом канале. Я уже доделаю, да, озвучу его. И посмотрим более другие вещи. Бак водонапорки, даже если из неё сделали водонапорку, но это не сложно на заклёпках собрать внутри бак, я думаю. Но назначение этой башни надо ещё выяснять. Вообще этих башен, для чего они нужны были. Опять же, мы видим 3-4 этажа максимум. А дома в городах, как мы видели, во многих городах, они достигают и 15, и 16 этажей. И как она могла давать давление на 10 этаж, допустим, тут тоже вопрос стоит. Напомните канал Ильи. Так, сейчас, одну минутку. Я сейчас перейду на канал Ильи. И опять ещё раз скину ссылочку. Канал называется Цельнозор. У него уже 109 видео вышло. Так, я не знаю, если надо, Жень, я ещё раз скину. Да, да, можно, можно. Да, кстати, вот тоже ещё спасибо добрым людям. Вы видите, как сейчас летает компьютер просто. Это вот благодаря тем, кто прислал. У меня же горел компьютер. А мне прислались детали. Очень хорошие детали, спасибо. Так, видно, я думаю, да, у всех ссылочки. Канал Ильи. Да, появился дальше я... Я вот тебе о чём говорил. Смотри, лесопетка-то какая, водяная. Аквабайкилки. Электрон там. Сейчас зажатки не могут повторить, скорее всего. Ну да. Ну а тут, видишь, крути педали. Китайские солдаты занимаются. Прикинь, вот такая хрень. Миллионная армия выкатывается нафиг. Это с ума сойти можно. Или обхохотаться, потому что они раскрашены, как ломские какие-то. По-моему, здесь, да, где-то будет? Во, летающая. Летающая колесница. Да, но это вот, видишь, это 1917 год. Вот оно. Вот вам, братья Райт. Во всей красе. Ну да, мотор, конечно, на внутреннем сгорании. Смотри, какое разнообразие вот этих всех вещей. Вот почему сейчас такие не сделают? Колеса. Я так думаю, что нам будущее запрещено. Я имею в виду технологичное будущее. Вообще интересно, сколько мы еще будем топтаться на одном месте? Ведь уже прошло более 100 с лишним лет. 150, и мы топчемся на тех же самых технологиях. Ничего не меняется. Вот сколько еще? Доколе? Доколе все, еще мы будем топтаться на всем этом. Когда уже, ну, хотя бы все на электричество переведут? Потому что даже в городах уже эти появляются электробусы. Хотя, естественно, их нужно будет заряжать. Заряжать в специальных устройствах. Вот в Москве появились электробусы и специальные такие станции зарядки. Я их видел, как они выглядят. То есть без этого он никуда не уедет. Закончится заряд мощных аккумуляторов у него, у этого электробуса. Да, и все. То есть на бензине можно ехать до тех пор, пока рядом найдешь заправки. А вот на электробусе уже далеко-то не уедешь. А вот представь, что такое апокалипсис сейчас. Это просто выключат свет и все. Ну, в принципе, да. В заправке от света работает, от электричества. В деревне-то еще можно как-то с этим справиться. На коня прыгнул и поехал. Ну, грубо говоря, свечичь, грубо говоря. Понятно, что свечичь. Интернета нет. Это все. Это коллапс. Понимаешь? Для многих людей, когда они вообще прижились уже как бы в Одноклассниках, ВКонтакте. Да, жить без этого не могут. Не то, что жить. Они там работают. Песни поют. Ты вон, смотрел, что в Одноклассниках творится? Либо бухают вообще, блин, онлайн. Ну, это вообще... Вот с кем они бухать тогда будут, если электричества не будет? Так, что у меня тут... Ага. Сергей Гребенюков. Я вам сейчас так просто отвечу на ваши вопросы. Я категорически против абсолютно любого вида рабства. Ага. Халаман Александр. Говорят, водонапорная башня. Да, ну, чушь это все. Мы вон смотрели... Когда катались, я единственное, что не заснял. Да и вы, наверное, встречали металлические водонапорные башни. Бывают. Просто тупо стоят металлические. Современные как бы. Но вообще, я их назначение не понимаю. Если есть у тебя насос, почему не качать насосом? Просто тупо открылку, как кран, и пусть насос работает. И что мешает сделать большой насос с большими трубами? Этого я тоже не понимаю. Если вы маленький создали, почему большой не сделать? Вопросов целая куча к этому всему. Так, Ingrace постоянно... Так, печати на лицах люди не увидят. И будем топтаться, потому что на поводке. Он постоянно о печатях. Вот, которые вот сейчас... Да, кстати, действительно. Можете опять посмотреть видео Юрия Тимовского. Где он о многом говорит о том, что нас сейчас ждёт в ближайшее будущее. У меня такое впечатление, что тут какой-то глобальный эксперимент устраивают. Причём далеко нехороший. И как говорил Папандополок, Кажись, сейчас какой-то шухер, да? Или как я стою на пороге грандиозного шухера. Угу. Вот у меня такое же точно ощущение. Либо брать чемоданы собирать, либо палку в руки брать. Максим Бондаренко. Роман, значит, вы против заводов и пароходов? В смысле? В смысле? Поясните, пожалуйста. Почему против? А каких, кстати, заводов? Расскажите мне о крутых заводах-гигантах, которые сейчас есть, несут пользу людям. По-моему, насколько я знаю, у нас все нормальные заводы, которые несли пользу стране, колоссальные деньги приносили. Они уже уничтожены. Допустим, Москвич, да? АЗЛК. Его же уничтожили завод. А какие разработки у них были? Вот можете посмотреть, набрать. Шикарные машины на... Такой задел на будущее, просто футуристичный. И это все собирали они выпускать. Так его уничтожили. Нам вот это, извините, как бы это даже назвать, жестянкой даже не назовешь, потому что металл обидеть жалко. То, что сейчас выпускают. Полный кал. Еще гордятся. Мы делаем. Ни хрена никто ничего не делает. На основе импортных машин с импортным оборудованием, блин. С заграничными инженерами. И то, хрен его знает, ломается на каждом шагу. Дмитрий Супов еще ссылочку скинул. Сейчас, наверное, посмотрим. Вопрос, на чем стоят дома. На старых домах, на чем они еще могут стоять. Хотя, да, здесь... Это вот эта ссылочка. Ну, это известная фотка, да. Как раз, кстати, с канала Крамола. Сайт. Это, по-моему, Париж. Эту фотку она везде ходит по сети, и все ее знают. И видео часто вставляют в заставки, и просто ее рассматривают в стримах, в видео. И это действительно самое вообще поразительное, что мы можем наблюдать. Какова глубина занесения глины и песком. Я думаю, у нас так же, даже еще больше. Да, так же, конечно, так же. Потому что у нас горы в основном глиняные елки. Вот холмы вот эти все. Да, это та самая глина, которая просто вот с течением времени утрамбовалась, осталась, засохла, спрессовалась, да, и все. Куда ее денешься? Да никуда. Ее уже столько много, что... А в городах, представьте, сколько. Не знаю, целая куча. Ну, вот башня. Ну, это я еще пойму, может быть, водонапорка. Да, недавно собирали или что-то. И смотри, так это не все. Вот глубина еще. Ты же посмотри, какая глубина. Вон еще. Вглубь. Сколько откопали, и сколько еще слой стали снимать, а что потом сделали, наверное, обратно занесли, чем не засыпали. Я не знаю, может быть, здесь какой-нибудь подземный комплекс сделали. Да, друзья, что далеко ходить? Кто был в Москве на Манежной площади, кто ходил по Манежу, там несколько этажей, там сейчас скажу сколько, три этажа вниз. Три этажа, причем таких нехилых по высоте. Ну, это так, минимум. Причем они высокие этажи. Необычные этажи. Да, вот там, какие мы привыкли в нашем понимании. И, то есть, представьте себе, что развелись раскопки, там откопали много чего интересного. Всякие мостовые, всякие строения. И все это оставили, сделали комплекс Манежный, да, Манежный. Да, тут фонтан, он говорит, вот Дмитрий Исупов пишет. Это вот, что мы вчера фонтан смотрели? Да, это, по-моему, сам. И потом все, что, зарыли, получается, это опять. И, кстати, видишь, что время, и какие объемные громадные работы, да, проводились? А какой это год? Ну, я не знаю. Ну, раз цветная, значит, уже 20-й век. Хотя, как там написано, было в 19-м веке, да, его перестроили. Фонтан Невинных задрапирован, а я подумал, что это водонапорка. Павел Ключников, единственное, запомните, единственное, существующая энергия на планете это электричество, не существует других. Ну, что, дорогие друзья, будем потихоньку теперь закругляться? Да, потому что это уже второй стрим на сегодня, и как бы есть другие домашние дела, школьные, например. Надо их завершить. Вот так и живем. Так. Изобретаем заново старое. Вот, а тут еще военные, вот, с Максимкой пулеметом, да, как-то. Так, слушай, кстати, я согласен, вот, с Павлом, который написал, что единственная энергия, да, вот, это электричество. Вот, реально, друзья, ведь другой альтернативной силы, который давал бы нам, что называется, силу для производства, для приготовления, для каких-то либо действий, строительства, например, дома, мы не имеем. У нас есть только электрическая сила. Ну, Максимум, может быть, еще что, какие-нибудь бензогенераторы, бензодвигатели, да, там, бензопила или там электропила, все, что мы еще можем использовать. Эфирных генераторов масштабных у нас нет. Вот, фотография, что встала с этим. Видишь, как закопали. Все-таки закопали, да? Вот это вот, жалко. Могли бы сделать тоже комплекс такой манежный вниз, на несколько этажей. А самое, знаешь, что странное, что большинство строителей, отделочников, которые приходят в такие старые дома, начинают что-то копать, где-то бурить, натыкаются же на все и слепо просто верят в официальную историю. Да, кстати, заложено окно под землю, да? И фиг с ним, пусть заложено. Да, кстати, друзья, насчет вот этого все понятно. Помнится, мы говорили, у вас спрашивали, какую бы тему вы хотели бы, чтобы мы обсудили на дальнейших стримах или несколько тем. Ну, про колокола мы поняли. А вот что еще бы вы хотели услышать, увидеть? Да, кстати, тоже пишите в комментариях. Пишите ваши пожелания. Какие темы вас интересуют больше всего. А я, например, от себя лично предложу тему. Можно рассмотреть, допустим, старые карты. Ну, есть о чем, да, что показать. Я, например, предлагаю рассмотреть Канаду, то есть Северную Америку, как отдельную тему именно Гудзонский залив и, допустим, или как отдельную тему нашей территории, которую именно вот ковровую бомбардировку произвели. Грандиозную. То есть наши северные называется просторы. Это как одна из тем. И Галина Конышева ее поднимала. В Тверской, да, части там много чего нашла. Можно, допустим, это обсудить, но ждем от вас предложений. Так. Кто-нибудь желает токарный станок посмотреть? Жень, обрати внимание на него. О, ничего себе. Это токарный. смотри. Это следующая статья или ты сейчас нашел? Нет, это я отсюда, да, следующая, это я отсюда перешел на статью. Нехилый такой станочек, да? Может, не колдун они делают тут, а? Слушай, хорошо бы нам найти вот таких фотографий, это не самый гигантский механизм, а есть еще хлеще. И вот их можно, кстати, на следующем стриме тоже обсудить. и то, о чем я говорил. Так, а я просто сейчас читаю чат, нас просят подытожить, о чем сейчас велась речь. Подытожить? Да. Одним словом, обо всем. Обо всем, друзья. Разно. Давайте попробуем подытожить. На мир надо смотреть, не стоя на коленях, а поднявшись выше его широко открытыми глазами. И тогда мы увидим. И не надо зацикливаться на отдельных мелочах, а, допустим, сопоставлять. О, вот он год, вот тут то-то произошло. Давай посмотрим, что в этом году произошло в этой стране, в этой стране. И бах, мы натыкаемся на то, что нестыковочки, друзья, у истории. Оказывается, везде такое было. Да, Да, друзья, дела зовут школьные и домашние, так что я согласен с Романом и с Мечтариум, что одни железяки да ямы обсуждаем. Но вообще ямы, особенно круглозера, я думаю, стоит обсудить в отдельной теме. А также некоторые горы, которые похожи не на горы, а на что-то другое. Жень, про колокола, когда будем делать стрим? Ну, или отдельно, или после видео цельнозора, то есть Ильи. Ну, про колокола, кстати, можно подобрать кое-что, мне присылали тоже интересные, мне присылали интересные фотографии. Так, от себя добавлю, вот я думаю, что сейчас я выложу два видео на тех каналах, Макаров, Данила, да, и Антиворлд, который обещал видео. На Антиворлд я выложу по новому фильму Аладдин, так, краткий обзор постера, то есть конспирология, тайные знаки и послания в фильмах, да, какие мы там нашли. Так, поверхностный осмотр, и то там интересно. И про НЛО, черное облако на Данила Макаров. Все это я опубликую, сделаю репост в группе, ну, и сообщу, наверное, в сообществе. Еще маленькая добавочка, Андрей Демкин, можете перейти по ссылочке под этим стримом на группу канал Глобальный вопрос, там есть возможность написать сообщение, если есть фотки, присылайте, либо какой-то текст интересный тоже присылайте, и вы все, друзья, тоже присоединяйтесь. Смотри, мечтаю, мы же не запретить детям изучать историю. Я им говорю так, изучайте, учите, рассказывайте, что от вас требуют, а я вам расскажу настоящую историю. Понятно. И еще один момент. Друзья, здесь стримы практически не проводятся. Я редко здесь провожу стримы, в основном стримы у меня идут на канале Глобальный вопрос лайвстрим. Он специально для этого и создан, чтобы проводить стримы, но сегодня я, как говорится, решил на основном канале, потому что это действительно такой интересный глобальный стрим был с многими альтернативными исследователями. Поэтому сейчас я ссылочку скину на лайвстрим, и вот такие стримы у нас будут проводиться именно на лайвстриме, именно на этом канале. Да, друзья, и давно такого не было, такой сходки альтернативщиков, так что, может быть, оно будет почаще, раз уж решили. Потому что у всех много информации, есть что сказать, и, наверное, это будет почаще. Если не против Жени, у тебя тоже кинул. Да, конечно, конечно. А вот день рождения канала я буду проводить именно на этом основном канале. Потому что именно этот канал два года уже просуществовал в таком виде, в каком он есть. Так, и еще один момент. Кто знает, я делал пост нового фильма, да, но скоро новое видео. Завтра ждите новое видео на основном канале. Оно будет в 19.00. Я все это тоже сделаю постер такой, ну, скажем, в сообществе, и, ну, где только можно. Ждите, ну, получается, как что обещал, все сразу и будет. Вот. Такой подарок вам после рабочего дня, после пятничного рабочего дня, рабочей недели. Я думаю, это будет уместно. Много не пейте, но фильм посмотрите. Я имею в виду чая. Да. Так, ну что, друзья, на сим мы откланиваемся. Спасибо тем, кто помогает нашим каналам. Огромное просто спасибо. Вот. Благодаря, кстати, вам, дорогие подписчики, я теперь камеру купил. То раньше на телефон снимал, сейчас на камеру. причем достаточно хорошая камера, Сонька. Благодаря вам я теперь имею возможность периодически выезжать на некоторые места. Мы уже катались и в Ставрополь, где я только не был, и о музее сделал видео. Но опять же, по крепостям-звездам, якобы оборонительным линиям, оборонительная линия, я в конце, вообще, когда я большинство звезд прокатаю здесь, на этой территории, скажем, Краснодарского края, Ставрополя, я тогда уже подытожу это все. тогда уже будет все понятно, все видно, из чего эти звезды были сделаны вообще. Возможно ли то, что именно так и делают. Да, что там. Эх, Рома, тебе бы квадрик туда, а? Квадрик, да, было бы интересно. Звездочки-то посмотреть сверху, те самые, что от них осталось. Это самое классное было бы. Ну, кстати, как ни странно, на карте Google их прекрасное видно. А, ну, хотя бы так. Ну, конечно, не то, но, но да, мы их видим. В общем, друзья, да, давайте завершаем, да, два видео сейчас я выкладываю на двух каналах. Все это будет в группе, отражено в моей ВК. Наверное, в сообществе. И ждите завтра на основном канале видео. Интереснейшее ей вообще. Все. Вот, да. Да. Да, еще маленькая добавочка. В общем, помогите Жене на квадрик. От него вы увидите отличное просто видео. Он же не Карсон, он взлететь не может. Хотелось бы. Да, хотя хотелось бы, потому что бывают такие места, что с квадриком подлетело, да, вот где-то вверх, а там оказывается вензель какой-то или еще что-нибудь. Это же круто. Вот, ну, и если есть возможность, желание, помогайте моему каналу на бензин, опять же, опять же, на добросборки. Потому что опять вот человек нашелся, мы тут пытаемся сейчас собрать. Материнка есть, нужен процесс, оперативка нужна, нормальная, рабочая. Ну, в общем, как-то в таком духе. Я, кстати, принимаю даже сами предметы, то есть, либо компьютер, монитор, тот же принтер, если не нужен, детали на это все. И посмотрите, у меня на канале уже есть две добросборки, ну, то есть, как бы, процесс пошел. Уже две семьи довольны. Все, спасибо вам большое, что протерпели настолько время. Два стрима все-таки, друзья, все-таки два стрима за один вечер. Это просто космос. Так что вы молодцы, вы самые лучшие. Вы самые лучшие, друзья. Спасибо вам за участие и за за все, все, все. Все. А по традиции канала я скажу до скорых встреч и всех вам благ, друзья. До свидания. До новых видео. До новых встреч.